Друзья, смотрите, что написано сверху. Рынок черемушки. Рината, привет, дорогая. Привет, солнышко. Ты снова нас пригласила на рынок. Но ты знаешь, у меня закрались сомнения. Вот как бы я, мне кажется, ввел всех наших зрителей в заблуждение, сказав, что ты являлась инициатором вообще всего этого. Знаешь, я посмотрел вот на эту надпись. Андрюш, покажи, пожалуйста. Покажи. И я понимаю, что скорее всего инициатором всего этого кипиша есть наш Андрюша. Андрюша – это оператор. И он сегодня настоял и говорит, а давай с космонавтов зайдем. Я говорю, зачем? Там красивые, мы же как бы оттуда привыкли. Там машину припарковать. Нет, надо с космонавтов. Я не знал, зачем. Теперь мы знаем. Друзья, магазин Андрюша прямо вот здесь. Андрюш, чем там хоть торгуют? Или это секрет? Электроникой. Электроникой. Ты понял, все знают. Значит, точно его. В общем, сегодня 10 июля 2024 года. И это наш второй обзор рынка черемушки. Вот. Андрюша на этом магазин или нет, решайте сами. Пишите в комментариях. Не знаю. Заходим со стороны космонавтов, как мы говорили. Парк Горького напротив. Парк Горького напротив. И здесь несколько лет назад начата реконструкция. Ну, в связи с военными действиями, к сожалению, она приостановлена. Поэтому сейчас посмотрим, да, вот так зайдем через, можно сказать, такой красивый уже современный вход. И посмотрим, что тут есть. Тут больше такие хостовары, да? Хотя нет, смотри, продукты есть сразу, все. Ты чаще вообще где что покупаешь, скажи мне? Что именно? Ну, вот продукты, вот вещи. Ты здесь что-то берешь? Нет, вещи я здесь не покупаю. А где ты покупаешь? А, ты модная, да? Я в торговый центр езжу. Крутая вся. Торговый центр. Но здесь, смотри, все можно купить. И сумки. И вещи. Можно найти здесь вещи? И одеты. Шлепанцы, пожалуйста. Обувь какая хочешь. Проводятся еще, я так понимаю, ремонтные работы, да? Обязательно. Что такое? Встретили тебя там? Да. Ты не забывай, что у тебя микрофончик пишет. Если ты кому-то что-то рассказываешь, что, как говорится, фильтруйте речь. Да, да, да. Это мы сейчас, получается, прямо выходим в овощной ряд, да? Да. Прямо к тебе? Почти. Ух ты. То есть вы с Андрюшей, короче, в сговоре, да? Вы знали. Где нас везти, куда? А здесь сдаются какие-то точки, ты не знаешь? Да, уже сдаваты есть. Если люди захотят, например... Есть контейнера пустыни. Куда бы сейчас надо? В администрацию рынка? В администрацию рынка, да. Все через них. Кстати, цены адекватные на контейнера. Угу. Что, тенечек есть. Все. Нормально. Не, хорошо. Мне нравится. Очень жарко. Сегодня очень жарко. Я думаю, что людей будет меньше сегодня, да, чем в прошлый раз. Не знаю. Посмотрим сейчас. В прошлый раз тоже было жарко. Так, вот там тоже. И там ряд вот этих вот всех магазинов. Давай просто покажем. Мы сейчас пойдем направо. Давай просто, Андрюш, покажем. Вот. Там тоже пошли ряды. Я тебе скажу, я здесь был очень-очень давно. Я помню, здесь еще такие железные контейнера такие, да? Были, да, были раньше. Heavy Metal все вот эти дела, да? А мы пойдем, я знаю, вот там ты у нас, да? Да. Пошли. Пошли покажем. Вот еще один ряд пошел. И вот там навес. Это для тех, кто, может быть, не знает рынка черемушки. Для тех, кто тут впервые. Идем, Андрюш. Покажем сразу твою точку или нет? Давай, знаешь, давай мы сейчас просто покажем, как выйти на овощной ряд. И сразу переместимся на мясной. Потому что все-таки мясо разбирается быстрее, да? Конечно. Мясо, молоко. Оно с утра все. Оно с утра все. Так, слушай, ну все равно люди есть. Светланка, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты опять как-нибудь? Да, и снова к вам. И снова к вам. И снова к вам. Так, слушай, ну вот, вот так здесь начинается торговля овощами, фруктами, ягодами. И мы обязательно через какое-то время сюда вернемся, покажем опять-таки твой супер-магазин. А мы сейчас мимо будем проходить. Мы не будем проходить мимо, мы не будем дважды тебя рекламировать. Конечно. Дважды рекламировать это очень дорого. Ты что? У тебя нет столько денег. Давайте начнем мы с того, что вы деньги вообще не берете. Вот. Молодец, дай пять. Поэтому то, что это даже не реклама. Может, просто никто не дает. Идем в мясной корпус, покажем, что можно купить там. Там есть мясо, там есть молочка. Зайдем к ребятам на курочку, да? Обязательно. Посмотрим, может, что-то новенькое покажем еще. Да. Да, да. Все, идемте. Рината, мы в корпусе. И в прошлый раз в комментариях люди попросили подробнее показать корпус. Да, там мозаика интересная. Мы узнали, корпус построен где-то в середине 70-х годов прошлого века. И имеет такой вот стиль. На самом деле достаточно крепкое здание. Интересное, красивое, просторное. Достаточно много воздуха. Я думаю, что все, кто хотят работать на рынке, торговать, мы, может быть, даже узнаем телефон отдела аренды или администрации, для того, чтобы вы звонили и узнавали о наличии мест, как об условиях, как работать. Давайте досмотрите до конца. Я думаю, что в конце мы найдем телефончик, да? Обязательно. Обязательно его опубликуем. Так, ну что, мы зашли вот прям вот в корпус. Кстати, кондиционер работает, классно. Слушай, на улице жарко, а здесь хорошо, да? Да, здесь хорошо. Я не хочу отсюда уходить. Хотя обещал к тебе пойти показать твои шикарные персики. Конечно, пойдем. Ну что, давай начнем с молочки. Понятно, что сегодня среда. Сегодня как бы не базарный такой супер день, но все равно есть люди, которые приезжают. Плюс еще очень жарко. Еще очень жарко, и многие не приехали даже потому, что жарко. Да? Скорее всего. Да, потому что мы так посмотрели, вот тех людей, которые мы в прошлый раз снимали, не все. Их сегодня нет. Не все они есть. Пошли, давай вот наша Танюша, красотка в красном. Кстати, угостила нас в прошлый раз шикарной брынзой. Брынза обалденная. А я сейчас масло у нее куплю. А ты сейчас масло купишь, да? Ты хозяюшка, ты закупки делаешь, да? Молодец. Сразу возьму, чтобы она мне отложила, а то будет до вечера и не быть. Звездочка наша, здравствуйте. Мы рады вас видеть. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Давайте я вас обниму, потому что я, честно, вы такой светлый человек, что я просто хочу вас просто обнять. Вы просто звезда, покажи, да? Ну не дать нельзя, смотрите. Давайте мы вам сразу даже микрофончик оденем. Стойте, не убегайте. Мы возьмем у Ринаты на секундочку микрофончик, чтобы вас было хорошо слышать нашим зрителям. Дуже дякую. Так, вы в эфире, все нормально. Все, дякую. Да. Так. Розказывайте. Ну что, всем добрый день? Да, добрый ранок, добрый ранок. Мы до вас сегодня с рання приезжали. Так приятно, что наш базар посещают такие люди. Да, ну, чудовий базар, вы чудови люди. И почему же до вас не приезжать? Тем более, что было очень много отгухов от глядачей, и всем сподобалось. Дуже дякую. Вы очень сподобались, вас все знают. Вы зерка, то мы из вас то и начинаем огляд на самом деле. Дуже дякую. Рината сказала, что хочет еще у вас масло купить. Какое ты будешь покупать? Да, очень доброе, классное масло. Давай, пробуй сразу масло. Давай сделаем дела вначале, а потом что? Вы знаете, мне так приятно, что приходят после вас люди, мужчины, хлопцы, и говорят, дайте нам масло. Я им говорю, давайте попробуем, не треба. Мы с Сашей доверяем. Мне тоже приятно. Спасибо, друзья. Спасибо. Давайте мне тоже, я же как бы... Так, так. Дивите, воно все разное. Одна сливочка. Твой муж мне доверяет тоже выбор, да? Это что? О, это другая сливочка. Вон селфеточки есть. Ось это другая сливочка. Ну, ось одна сливочка один день. Это другая сливочка. Не продается сливка, сбивается масло. О, второе лучше. Масло натуральное. Другое это, какое? Бачите, я куму. Другое вот это. И вот третье есть. Дуже вкусненькое, натуральное. Мне третье, пожалуйста. Будьте, пожалуйста. О. А мне скидки? Можно нам... Всему я делаю скидку. Ты пароли Ассан Саныча делаете снижку? Да, вы что, я всегда кажу, так, как я на экране кажу. Скажи, Татьяне, я Ассан Саныча. Так и это. Я Ассан Саныча. Все. Все. Дякую. Мне понравилось второе. Я не знаю, как тебе. Да? Так. Все-таки, да? Тебе оно понравилось? Оно немножко, смотри. Оно немножко другое. Масло 330 кг. Любе 330? Да. Любе 330. А почему вы оно вырезаете коллером? Видите, коллер. Трошки сочнейшая трава, это с морозилочки. И оно жовтейшее. Трошки высохла трава, и оно чуть-чуть светлеше. Того, что сочности трава нема, и вот вам и сна. Смотри, по насыщенности, по вкусу, вот оно интереснее. Ну, мне так. Я не знаю, тебе выбирать. Еще раз. Попробуй еще раз, конечно. Не давайте много. Я как бы, ну, немножко понимаю в молочных продуктах. У меня мама все этикнула в молочных продуктах, поэтому я немножко понимаю в продуктах, особенно в молоке. Все домашнее, вкусное, классное, свежее. Ну, как по мне, то вот это... А вот это? Ага. Чуть-чуть копейточку. Такое ощущение, что Рината выбирает корову сейчас, да? Да. Да? Да. Да, отлично. Да. Отличный выбор. С каких пор это мы на выпь? О, начинается. Да, ты прав. Да. О. Давайте мне весь этот кусок. Так. Ты сразу заберешь его? У вас есть холодильник? Есть холодильник, да. Танечка есть, да? Да, я там заберу. Давай, рассчитайся, чтобы... Телекилограмм, да? Начинается, заберу. Да, да. Килограмм там, да? А какая знижка будет? 300 гривен. За 300 гривен. Нормально? 10%... Ну, там трое дедок, треба допомогать один одного. 10% знижка при пороле, я ведь Сан Саныча, друзья. Так, Танюша, а сколько коштует молочко? Молочко 30 гривен литра, як было, так є, нічого не меняется. Дивіться, молочка стало меньше. Зрозуміло, трава высохла? Висохла, і в объемності оно трошки меньше. Було два ящика молочка за раз ящик, було два ящика творожка за раз ящик. Ось на цілий день весь творожочок. А расскажите нам синий на творожок. 80 гривен средний творожочок, 100 гривен жирный, чуть-чуть перегретий. 330, да? 330 килограмчик, так. І жирний 150, можна. Нужно? Будь ласка. Так, Ріната, будь ласка, тобі здачки. Так, що в нас ще є? Сулугуні, сметана. Яка ціна? Ви зразу оцінули. Сулугуні 230, сметана домашня, сепараторна, 150, слівка 230. І така сметанка з кислинкою 100 гривен кило. Що таке сепараторна сметана, розкажіть нашим глядачам? Тече молочко через сепаратор. Якщо добре підкрутити, то воно слівка тече. Там з відра молочка, наприклад, 800 грам. Це є сливка. А якщо ти візьмеш півтора літра сметанки, чуть-чуть більше молочка, то це є сметанка. Там чуть-чуть буде кислинка. А можна скоштувати вашу слівку? Бо я слівку дуже полюбляю. Любиш слівку? Пробую. Это прям, когда она такая солоденькая. Ну, смотрите, смотрите, вот такая сливочка. И вот это есть сметанка. Для сравнения я вам дам попробовать. Вот такая сметанка. Так. О, это есть сметанка. Ну, это есть сметанка. Знаете, чего я захотела? Это голубцев. Да. Да, сметанкой полить. Перец, перец полить сметанкой. Різные салатики. Все очень хорошо. Как вы все это сберегаете, скажите, пожалуйста? Есть холодильник. Все, ось, трошки вынесла. То есть вы потроху выносите? Так, потроху выношу. Видите, бутылочка молока. И воно у меня до вечера стоит, а холодный я выношу людям и продаю. Тетяна, вы просто раз говорили, что козья есть. Козья будет завтра, когда человек привезет. Бывает. Не есть, бывает так. Так, бывает. Да, четверг. Четверг у вас был? Вы мне свистите, если что? Так. Мне надо. Да, козье молочко. Воно не водняет. Классное, вкусное, доброе, доянное. И вообще, ну, считается, козье самое классное, самое доброе, самое такое, ну, калорийное. Детки хорошо. Творожок сколько? Творожочек такой по 100 гривен, такий 150 и по 80. До речи, та бринза, якою ви мене пригостили, вона дуже смачна. Я кожен раночок по 2-3 шматочки собі відрізав. И згадуйте черемушки. Так, і з кофейочком, я полюбляю, знаєте, в Турсії заварити чорну каву, і так вас згадую. Я там ще додаю кардамончика, ну, у меня є там хихимині кури, як правильно зробити каву. Так, о, пригощаемо, а тебе такою, ти любишь коровки, не хоче вона коровки. Оце настоящее, все справжнє визу. Ось, будь ласочка, це друга, вона навіть смак має, такий вона бочкова. А ціну, скажи, будь ласка? 200 гривен кілограм. А скільки вона витримана? Оце, що ви поправили першу і другу, десь рік і 2 місяці. Вона сухенька, сухенька, поставили в холодильничок і не портиться. Да, а как куски, нравится? Да. І ще посушим. Перша була більш насищена і менш салона. А завтра чоловік привезе трошки свіжішу бринзу. Друзі, що я рекомендую, якщо ви хочете купити собі бринзу, чи творог, чи сир, скуштуйте кожен кусочок, бо всі кусочки відрізняються. Так, яйця домашні. 50, пару десятків за 45. Гарні куски домашні, і жовточки гарні. Танюш, скажіть, ви кожен день тут стоїте? Я стою, єсть, я стою кожен день, не їжу додому, бо там дуже великі пробки. Ми розуміємо. Я запишу, буду казати. Вибачте. Остання бринза, до речі, була самовитримана, так? Так. Ось я таку люблю. Яка вас? Яку ви мені дали? Ні-ні, дякую, ми наче є. Ні-ні, я що вам даю, я просто поставлю її в сторону. Що ви? Українці якою. Така 6-5. Скажіть номер телефона, будь ласка. Зараз скажу. Так. Сливочки, да? Это нет. Это не наносить. Рекомендую выбирать каждый кусочек пробовать, друзья. А то сметанка, сметанка. Потому что каждый кусочек по вкусу отдельно. Номер телефона. 067. Что ты подглядываешь, становись кадром, давай. Ты звезда, звезда черемушек. Давай, становись. Становись, сфотографируйся. Ставь там лайк. Кстати, пока Танюша обслуживает покупателя, друзья, обязательно подпишитесь на канал. Отпустите, 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 конечно. Добре, добре. Покупатель у нас всегда прав. А то сметанка. Их сейчас не так уж много, поэтому надо в первую очередь отпускать покупателей. Солнышко, у меня не сегодня вот такая. Она вечерная, но вот такая. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Да, очень вкусно. Я отвечаю очень-очень быстро. Да, очень вкусно. И как бы мы с вами свяжемся, ответим на любые вопросы. 240 килограмм. Мы легкие на подъем, да? Очень. Нас главное хорошо задолбать, да? Да, да, да. Если кому-то нужен способ узнать, как меня правильно задолбать, звоните Ренате. Так. Скажи номер телефона. 097 48 41 772. А еще Ренате можно звонить, потому что у нее есть оптом кукуруза. Ну мы сейчас пойдем тебе, ты покажешь, да? Что у тебя еще оптом есть? Есть персик. Персик. Да сейчас пойдем посмотрим. Сейчас пойдем посмотрим, да. Ну как бы телефончик уже есть, на всякий случай мы взяли. И напомним, сейчас нам надо будет узнать номер телефона администрации по вопросу аренды. Я думаю, что это тоже может быть интересно, потому что тут действительно есть места, и это достаточно крупный микрорайон. И очень хороший рынок. Ну смотри, такая вот жара, а здесь работают кондиционеры. То есть классно. Достаточно 45 гривен будет достаточно. Добре? За счет того, что... У нас директор очень хороший. Высокие потолки. Ну сейчас начинаешь. Хвали директора. Спасибо. У нас директор. У нас директор. У нас директор. Высокие потолки. И за счет этого здесь много воздуха. Это тоже очень важно. То есть вот... Кондиционеров много. Да, ну здесь хорошо. Слушаю. Поздравляю с улицей здесь шикарно. Добре? Так, Татьяна, вы готовите нам сказать номер? Так, я скажу. Скажите. 0,67, 97, 44, 278. Я вам всем дякую и вам дякую. Вам дякую. Всем хорошего дня, мирного дня. Позитивного дня, чтобы все было просто супер. До свидания. До свидания. Побачимось на канале. Вас уже смотрятся наши глядачи. И мы с вами побачимось. Дуже дякую. Мои покупатели, приходите. Дуже дякую, что вы у меня есть. Доброго ранка. Доброго. Рад вас видеть. Санвич здесь. Рад вас видеть. Добрый утро. Ну, говорят, что нет базару. Да, есть базар. Можно все взять. У вас можно купить свинину. Свинину. Яловичину также. Яловичина у нас все есть. Яловичина есть. И это молодая, да? Да, молодая. Есть обузы. Очень красивый цвет. Биточек. Да, я бачу. Расскажите нам цены, будь ласка. Сек хороший. Красивый. Смотрите, какой сек. 280, 280, 280, 280, 280. Шею мы продали 220. Лопаточка ушла 270. Ушла. Антрикот мы продали по 180. Моя пахнутый молочком, и оно пахнет молочком. Оно хорошо. Заметьте, зачистка какая-то. Да, зачистка шикарная. Зачистка шикарная. Я не буду трогать, а то уже сделали мне замечание. Ну, конечно, что-то лезешь, не свой огород. Да. Зачистка идеальная. Эту клювку полностью сняли. Кстати, не все так делают. Здесь все убирали, я зачищаю хорошо. Вот как люди просят. Я просто вообще не знаю. Антрикотики ушли у нас по 180 мы отдали. Вот там. Ну, грудину, ребра продали вот так чуть-чуть и как бы. 150 грудинка. 160-150 ребрышка. Вот это вот мы все продали. Так, все рассказали, да? Да. А печень почем? Печеночка 180. Шикарная и свежая. Я вам рассказывал рецепт шашлыка из печени? Нет. Вы не рассказывали. Смотрите, есть идеальный вообще рецепт. Это и вам, и в принципе нашим зрителям тоже, кому интересно. Снимаем пленочку. Снимаем пленочку, да? Да. Дальше. Нарезаем кусочками. Кусочками, да. Там больше, чем как два спичечных коробка. Берем сухое красное домашнее вино. У вас есть? Есть, конечно. У меня там есть. Соль, перец, можно какие-то травы. Выкладываем аккуратненько, только аккуратненько, чтобы она не... Я понял бы, она жирочка расхватилась. Да. Пересыпаем солью, перчиком. Вот так аккуратненько, нежно. И заливаем вино. Вино. Максимум два часа. Максимум два часа. Воно маринуете. Далее мы достаем аккуратненько на шампур. И это... Это пальчиком. Без сетки, без жира. Не-не, на шампурчик. На шампурчик. На шампурчик. Можно на сетки, наверное, но я рублю на шампурчик. В следующий раз приготовите. Не больше, чем два часа. Не больше два часа. Я вам расскажу, как я делаю. Я беру с говяжьих почек этот жир чистый внутренний. Делаю такие кусочки. И получаю кусочек... Вот так же самое снимаю пленку, режу. Кусочек жира, кусочек печенки. И когда во время жарю, солю, перчу. Солю, перчу во время жарки. И потом я снимаю это все. И нарезаю лук полукольцами. И кидаю туда зелень чуть-чуть, уксуса. И перемешаю все вместе. Я вот так делаю. Классно, тоже классно. Я так делаю. Но, как вы сказали, в вине мы попробуем, сделаем. Без жира, без ничего. Да, да, да. Это просто получается, он очень мягкий, нежный получается. Да, я попробую обязательно. Вино его размягчает очень хорошо. Но главное, не больше, чем два часа. Потому что потом будет как кисель. Подходите, подходите с ним. Подходите. Ера, подойди с ним. Телячий биток, вот, пожалуйста. Биточек шикарный. Красивый телячий биток. Так, продолжим. По свинине у нас все есть. Ага. Есть кострец, сек. Мы торгуем по 180. Такая задняя часть идет 170. Лопаточка 170. Есть такой край 160. Если целиком лопатка уже там, мы уже скидываем. Филеечка у нас 250-240. Шея сегодня тоже самое. Шея шикарная. Смотрите, живая все. Третья шея. Живая. Хочется все бросить и сразу на шашлык поехать, да? Стрекаешь шею? Очень хочу. Бросаю, да? Челогачик 180. Ребра мы торгуем такие. 200-180. Серединки. Кстати, заказаны я вам сейчас покажу. Покажите. Вот у меня такие серединки на мангал. Смотрите. Класс. Ой, они будут нежные, сочные. Смотрите. На мангал эти пойдут. Какая цена у них? Цена 200 гривен тоже. Есть 220, но это мои друзья. Все, я понял, да. Я им по 200 посчитаю. Ну, а если придут, скажут, что мы от Сан Саныча, посчитаете по 200? Конечно, посчитаю. То есть от Сан Саныча это же друзья автоматические? Обязательно, обязательно. Мы позвонили. Сказали, мы посмотрели с Сан Саныча передачу и заказали шейку. Он для тещи. Заказал парень. Да, забыло имя. По-моему, Руслан, если я не ошибаюсь. Он говорит, давайте ему привет. Да, передаю ему привет. И спасибо ему. И спасибо. Он пришел, взял кусочек сала. Говорит, я посмотрел передачу Сан Саныча. Я долго ждал, говорит, чтобы понимать, в кого покупать мясо. Да, да, да. Он рядом живет, я так понимаю, да? Он и сало, и шею, да? Да, он кусочек шеи взял. И сало. Сказал, у тещи день рождения. И кусочек сала. Какой любящий зять, ты заметь, да? Не каждый тещик пойдет покупать. Молодец, да, да. Что еще мы не рассказали? Еще мы не рассказали. Почеревок 170. Ага. Хороший, молоденький. Смотрите, какой почеревочек. Шикарный, шикарный. Шикарный, смотрите. Ага. Почеревочек. Вот в разрезе. Вот полосочку я сделала. Смотрите, какая полосочка вообще. 170 гривен. Это край уже, можно чуть-чуть уступить. Такие цены, что можно еще скидывать. Да. Сало, я так понимаю, продали все, да? Сало сегодня у нас было где-то вот на два пальца. И забрал один мальчик. Вот эти самые красивые кусочки. Он забрал их, забрал ребятам на войну. Я понял. А почему сало? Мы отдали по 50 гривен. По 50 гривен. Его засолить это как бы идеально, да? Ну, не знаю. Он попросил, ну, оно такое на два пальца было. И я отрезал все серединки. И по 50 гривен я ему отдал. Остались такие, флякишные. Ясно. Все рассказали, да? Ну, голова. Голова, хвост. Голова в 40 гривен килограмм. Сколько она? Килограмм отрибует? Да нет, килограмм 6-7. Ого. А что с ней делают сейчас? Вот сейчас? Ничего не делают. Мы разбираем обрезки, уши отдельно. Понятно. Смотрите, сон, да. Сейчас уже никто не варит, потому что холодильник то работает, то не работает. Галяшечка есть. У голяшечки шкаф. Покажите, переверните. Вот, смотри. Там одно мясо. Ее отварить, запечь, и это просто идеально. Запечь духовку вообще, отварить. Нет, обязательно варить, просто печь. Теперь же долго лучше отварить еще. Особенно многие приходят и варят в пиве, в темном. Да, варим 2 часа в темном пиве, и потом еще час в духовке. Потом в духовке. Это самый идеальный такой, шикарный это самое. Такое я не ела. Да. Мы знаем только в изучениях, мы вас научим. Грудиночки такие, смотрите, какие грудиночки шикарные, вот. Вот эти грудиночки я очень люблю. Например, вот тут, грубо говоря, 2 кило грудины, 2 кило лука я беру. Ага. Нарезаю их так, как оно порубано, и обжариваю их в казане хорошо сперва. А потом этот лук кидаю туда, и оно начинает тушиться. Из килограмм помидора нарезаю, свежих помидоров, и тоже туда морковку, и болгарский перец, и оно тушится. Ну там лаврушка, и черный перец. Какое вкусно рассказывает, да? А я вообще, я вот сижу и уже хочу. Вот смотрите, на медленном огне часа 3. Ага. Оно тушится, булькает там. Да, да, да. А потом вот это все грудиночки, эти грязчики. Потом грязчики просто отходят, я понимаю. Да, да, да. И в удовольствие. Да. Вообще шикардос. Ну это так на природе, так постоять. На природе, да, на костре вообще. Ну и дома я готовлю, а на природе вообще. Я любитель на природе готовить. Да, да, вы милый душ. Я на природе. Кстати, мне очень понравилось ваше это видео. Очень красивый коллектив. Вы так собрались в гриль-парке. Угу, да. С Модестовичем, с Ирой, со всеми. Мне так понравилось, такой коллектив. Так все красиво, так дружно, если честно. Нас не хватало там, да, Илюша? Да, нас не хватало там. Мы в следующий раз вас посвятим. Я бы, не, не в печенка, я бы пришел бы со своим шашлыком. Очень было шикарно. Мне так понравилось, так дружно, такой коллектив классный. Молодцы, мне вообще было. Все, мы вас в следующий раз, когда будем собирать, тоже пригласим. Мы на самом деле собираем со всех рынков, ребят, поэтому отлично. Если вы, как говорится, за любой кипиш, то мы тоже вас позовем. За любой кипиш, кроме голодовки. Ты приедешь для арбузами такими, да? Арбузы? С персиками, с чем-то. Да, наберу много чего. Наберем, все нормально. Найдем чего. Найдем. Не пропадем. Вы работаете здесь каждый день? Да, мы здесь каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Кроме воскресенья и понедельника. Вам можно звонить, делать предзаказы. Скажите номер телефона. 067-856-11-18. Ирина. Все, то есть звонить вам, да? Да. Я понял. Разделывает Илюша, а как бы вам, я понял, да? Да, звоните все заказы в барьере. Где справедливо? Один пиджак, но карманы разные, ты понял? Подходите. Подходите, покупайте. Огромное спасибо. Огромное вам спасибо. Иван, спасибо, Саныч. Заходите, пожалуйста. Рады вас видеть. Взаимно. Очень приятно. Мы тоже очень приятные люди, хорошие. Приходите. И видно, что мясо у вас классное. Есть, есть. Спасибо. А сейчас будем узнавать цены на говядину и на баранину. Николая. Здравствуйте, Николай. Доброго дня. Так, что у вас есть, расскажите. Ну, как бы все есть сегодня. Ага. Ялочка, тарелочка, костречки, шейки, антрикотики. Язычок. Андрюш, покажи, какие чудовые антрикотики. Это молодая ялочка, так? Так. Это средняя, небольшая. Шикарная. Главное, что свежая. Шикарная. Так. Сколько она кошная? 200, куском 180. Ага. Как бы все по-старому, можно сказать. Все цены. Цены не поднимались, не падали. Все по-старому, да. Стабильность, да? Признак мастерства. 280, 200. Угу. Цены очень хорошие. Что еще? Да, наше мясо свежее, вес хороший. Самое важное, да. Все свежак, все хорошо. То есть все плюс-минус 200 гривен, так? 280, 250, 200. Ага. Я 200 почуяв. Вера, так, 280, 200. Мы же хотим слышать то, что мы хотим. Конечно. Мы хотим слышать подешевле, да? А продавец подороже. Ну, как-то. И где-то ищем золотую середину. Так. Хорошо. А баранина? Ну, баранинка осталось пару кусочков уже. Угу. 200 гривен 150, 250, 100 гривен ребро. Угу. Как бы все, что осталось уже. Угу. Угу. Лопатка, да? Печати, штампы, все есть, все хорошо у нас. Угу. 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 Вы выкатываете, да? Да. Выкатываете на косточке. Галяшки 180. Это галяшки, да? Галяшки, да? Галяшки, да? Кто их называет у нас? Да. По-разному. По-разному. Все понимают, о чем говорят. Это галяшки бараниной? Нет, а говядина? Нет, говядина, говядина. Баранин, бараньи такие большие не будут. Я тоже смотрю. Ну, а сколько лет этому барашку? До года? Год. Год, да? 8-10 месяцев, по-разному. Угу. Моменты разные бывают. Угу. И у вас он бывает регулярно? То есть, вот сейчас… Костяки, барашки у нас тоже себе под заказ. Сейчас как бы нету, но можно вам звонить. Ну, все есть, конечно. Скажите номер телефона. 050 607 48 31. Николай. Есть доставка. По Одессе? Да везде. Шикарно. Прям вот, да? Можно позвонить. Такси, доставка, любой каприз. Согласен. Супер. Фото, видео присутствует, цены, вес. У нас отправка. Это очень хорошо. То есть, позвонили, запаковали. Да. Сфотографиру отправили. Ребята, те, которые не выходят с дома, звоните. Жарко, такая жара, куда сейчас из дома выходить. Огромное вам спасибо. Хорошей торговли. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Взаимно. Я вас ждала. Серьезно? Да. Хотела сказать большое спасибо. Ух ты. Скажите, за что? Вы знаете, что после этой съемки намного больше людей стало. И даже стали узнавать. Автографы берут? Фотографируются? Честно, даже лучше стало. Я заметила. У меня вторая неделя после этого, больше людей. Прекрасно. Это хорошо. Есть люди, которые возвращаются повторно? Да. Это самое главное. У вас красивая продукция. Мы это видим. Галяшки, смотри, какие красивые. По чему они? И что я хочу сказать. Вот это. У меня свининка стала чуть-чуть дешевле. Ух ты. Да. То есть, а если мы к вам еще раз придем, еще дешевле станем? Еще, наверное, будет дешевле. Класс. Это отрадует. У меня больше как бы стало вот это ж людей. И да. Это я могу свининку скидывать. Кстати, это большой плюс. Да. Намного, да. Так, вот эти части. 140 даже. Это почеревок? Да. Почеревок шикарный, да? Одно мясо, смотри. Очень, очень. Да, в те разы. Не хочется потрогать? Вот так пальчик засунуть, не хочешь? Не хочу. Ничего. А зачем? 140 гривен, да. Можно. А сало покажи какое, смотри. Сало. Сало очень красивое. Сало 100 такое. 100 гривен? Шара, елки палки. Я помню зимой такое до 200 доходило. Да, да. Но это когда только война началась. Это был у нас тут такой уже этаж. Да, у нас 200 гривен сало. Сало очень красивое. Я прям хочу кусок съесть. Я тебе потом дам кусочек. Только хотя бы присолить его надо. Ну да. Между прочим. Между прочим, кушаю очень. Ты съешь сырое? Отрежьте кусок сала. Съешь? Да, я кушаю. Смертельный номер. Я такое кушаю. Да. Нет, нет. Оно очень, очень, очень вкусное. Рината ест. Очень. Нет, я видел тоже. Между прочим, надо сало с утра кушать натощак. Натощак. Серьезно? Да. Это натощак. Это для... Я не помню, честно, я не врач. Но я знаю, вот у меня мама ест. На шкурку дайте. Чтобы без шкурки даете. Ну как это? Маленький-маленький кусочек. Вот так. Ну шкурка, я тебе хочу сказать. Надо грызть. Да. Немножко, немножко так. Слава богу, у меня там тоже хорошие зубы есть. Короче. Короче, мы теперь тебя берем дегустатором на сырое мясо. Или ты мясо тоже будешь дегустили? Нет, мясо сырое. Только сало, да? Все, я понял. А? Шеечка вот есть, смотрите, 240 гривен. Бесподобная шейка. Прямо в соль макает и кушает. Посмотрите, 240. Мясо. Шикарное. Так, смотрите, даже еще скину. Дайте 220 гривен. Очень красивое. Хорошо. 220 хорошая цена. Ну так я же говорю. Красивая шея. Немножко скинуло цены. У сала все то же самое. Смотрите, даже 10 гривен можно брать. Ну это на топочку, да, пойдет? Да. На топочку на шкварочки. 60, 70 и 50. Вот это, кстати, тоже очень красиво покажи. Беленькое. Да, да. Оно за 50 гривен. Оно без мяса. Оно без мяса. Да, да. Так, голяшки, которые мне понравились, почем? Так, 60 гривен. 60 гривен килограмм. А сколько же нам будет тут? Киньте на весы. Я по 50 даже. Даже по 50. Даже по 50. Вот такое соломочное, шикарное. Кило 900. Видите? 95 гривен. Получается 94-90 гривен. Да. 90 гривен. От ее в духовке запечь. Да, идеально. Дешево и сердито. Это красиво. Я уже хочу, как вы говорили, в духовку. А потом в духовку. Я думаю, можно взять. Знаешь, что самое? Вот так вот ее взять. Смотрите, ее в горчице замариновать. Самое дешевое взять обычное. Взять специи, там соль. Часа два она так лежит. Потом ее в фольгу закручивается и в рукав. И в духовку на часа два. Угу. И все. Это вообще. Даже шкурку можно кушать. Мы себе часто с девочками делаем. Как вы говорили, рассказывали. Значит, берешь темное пиво. Точно так же. Его надо поделать немножко дырочки в нем. Туда можно сразу попихать чесночка, что-нибудь. Дальше. Вот выкладываешь их две вот так вот в казанчик. Заливаешь поверх темным пивом. Туда можно положить лаврушку, лучок целый. Морковку, еще какие-то овощи. Да, оно будет как бы насыщенный вкус. И ставишь. Закипает. И на два часа ты на медленный огонь забываешь о нем. Два часа вот он томится. Ну это тоже получается. После этого. Он получится как копченый. После этого ты его в рукав. Да, да, да. В духовочку. Это еще лучше. Да, натираешь вот чем хочешь. Можно натереть соевым соусом. Можно горчицей. Там чем угодно. Натираешь. И еще минут сорок. И когда уже прошло сорок минут, ты открываешь рука. И еще она подгорает. Не стимайте сегодня надо мной, да? Нет. Я тебе рассказываю как есть. Стимайте. Стимайте. Там красавчики. И кострички. Есть 260 сек. Есть 260 и шейка. Шейка за 200 можно взять. Шеечка великолепная. Самый сочный, самый чистенький. Я бы взяла бы сек. Вот. Вот видите какой сек у меня сегодня. Шикарный. Да, цена. Очень хорошая. Какая цена? Смотрите. 260 гривен. Ага. На 200. Ну я четко не смогу. Но тут без жилочек. На 265 получится. Вот даже у меня мальчик ее всегда берет. Всегда мальчик у меня берет. А сейчас проверим. Проверим глаз алмаз. Видите? Хороший мальчик. Молодая. У меня все мальчики. На 260. Посмотрите. 200 гривен. 200 гривен. Глаз алмаз. Точно. Как сказали, так и делали. Вот так вот. В два кулечка. О. Смотрите, глаз алмаз. Покупатель всегда прав. Вот попросил на 200 гривен. И свиньки сказала 200. Значит сделали 200. И свининочку вам какую часть? И вот эту вот просто пожарить. Да. Нежирную свининочку. Давайте я вам сековую часть тоже. Так. 170 вам считаю. Вот это. Даже заднюю часть вот я даю 170 гривен сегодня. Уже не сегодня. Уже меня. Это вторую неделю. Сколько? Она вторую неделю лежит? Нет. Да, да. Она лежит третью. Как бы. А то на вторую неделю уже скинули просто цену. Шевелится. Сколько делаем? С килограммчик. И вот так. Примерно. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Я тоже думаю, что это больше килограмма. Не будет больше. Ну по 170 можно брать. Кило 0,40. Ну почти килограмм. Нет. Молодец. Слушай. 177. И в два кулечка. Алена, сколько лет вы торгуете мясом? 10. 10 лет? Угу. Ну рука набита конкретно. Ты понял? Да. Да, молодец. Смотри, смотри. Вообще супер. Потому что 40 грамм это вообще не погрешность. Это так? Ну да. Килограмм четко отрезал. 200 и 177. 277. 375 гривен. 375, да. Что-то я, да. Содочку забыл прибавить. 375. Правильно. Я не прочь. Да, да, да. Мальчик, это у меня, ко мне всегда приходит. Кстати, покупатель все коляшки почему? Все по 50. 60 гривен. Все покупатели. Так. 375. Торгуйтесь по 50. Отдают по 50, я знаю. 400. 500. Ну, давайте по 50. А там тоже. Она кукольная, смотрите. Там шикарная. Там шикарная. Если не заберете, я заберу. Я на них смотрел уже. Просто шикарная. Возьмите хоть одну. Вот эту. Она более такая широкенькая. А разрубайте. Конечно. Судово. Следующий рубайся. 94. Дайте 90. Любой каприз за нашим. Юрчичик. Зайка, наруби мне, пожалуйста, пополам. Ты что кушаешь? Один раз пополам, да. Один раз покушаю. Ты что? Я думала, ты сама девчата в корпусе. Там съемка. Они сами. Да, да. Ну, везде по-разному. Так. Все. Да, 94. Дайте тоже 90. Шикарно. Расскажите нам, что вы нам еще не рассказали. Ну, шеечка сегодня, смотрите. Шея шикарная у вас, да. Да, шейка. Посмотрите. 240 даже. Вот. Видите, даже дам еще дешевле. 220 даже. Да. Так, смотрите. Вот это тоже беточки. Ну, в такую же цену. Даже. Так, смотрите. Даже за 200. Даже даю за 200. Да. Еще нарежете, отобьете. Да. И пожарю. 90 гривен я вам даю. Перчиком, солью. Десяточку. Сейчас мальчик принесет. Сало почему больше? 120. 100 даю. 60. Такое. Такое есть за 10. 40. Ну, сало бесподобное. Выбор есть, выбор есть. Вот это я пробовала. Тает во рту. Да. Смотрите. Дальше. Так, это за дочки остались. Так, 170. Да. Язычки это чьи, свиные? Да, свиные. 100 гривен. Обрезочки такие вот. 100 гривен в килограмм? 100 гривен. Килограмм. Так, это все на вес у меня. Килограмм. Это 100, тоже 80 даже можно, если много будут брать. Так, чилограмм. Чилограмм. 70 тоже. Оно идет в эту цену, как и за дочек в основном. Ну, давайте гагарину расскажем. Да. Спасибо, зайка. Отдайте голяшечку. Все. Ваша голяшечка. Всего наилучшего. До новых встреч. Да. Денежку дали? Да. Нормально. Ты контролируй, все процессы контролируют. Так, со свининкой вроде все, да? Ну, копытого, допустим, это сейчас как бы не ходовой. Не ходовой, да. Это 10 гривен штучка. Ну, берут люди. Все равно кто-то варит. Да, да, да. У кого там суставы, кстати, полезны. Знаете, что мне рассказывают? Да. Вот это, что нарубливают и сварить. Супу грузинский, вот, да. И сварить, и просто грызть. Солью со специями. Спасибо. Я вчера грибной суп успела. Ух ты. По-богатому, по-богатому. Молодец. Давайте говядину расскажем, да? Давайте говядинку, да. Ну, у меня ее сегодня... У вас микрофончик крутится туда-сюда. Туда-сюда. У меня фартух это... Так, смотрите. Ну, с говядинкой, скажем так, что у меня маленький товар. Ну, все есть. Ну, расскажите, что было. Вы же можете искать все цены. Смотрите. Все заточки. Да. Здесь кострец, сек, окорок. Так, это 260 гривен сейчас. Ну, папочка есть свина у вас? Да. 160 даже могу дать. Так. Вот это все 260. Шейка телячья 200 гривен. Был такой больший шматик. Кусочек я распродала. Как бы 200 гривен. Ну, цена вот упала тоже. 220 она была. Сейчас даже 190. Сейчас, вот честно хочу сказать, это... Знаете, как бы тяжелее стало с говядиной. Очень слабее стало идти. Меньше стало, да? Да. Свининка лучше стала идти. Шикарно идет. А с этим немножко тяжелее. Ну, это и понятно. Говядина, она требует внимания. Нужно ее долго варить, готовить и так далее. Да. Свинина, это сейчас более летнее мясо. Да. Пожарить свежину, мангал, неважно что. Намного стало. Это очень полезно. Конечно. Да, деткам отварить. Я больше люблю говядину и баранину, чем свинину. Ну, у каждого свой вкус. Поэтому есть выбор. Свинину мы тоже едим. Да. Если сравнить это и то, то и отлучает с прорезью. Так. Сто гривен. Шикарно. Хватит один? Сальцо с прорезью. Может еще один давайте? Нет, нет, хватит. Все. Все, да? Девяносто гривен. Девяносто, ребятушки. Сальцо просто дышит. Так, девяносто. Я даю. Так, уже десяточку я наготовить. Так что давайте соточку. Давайте соточку. Может и двести не обидит. Сто. Все, спасибо. До новых встреч. Так. Дальше. С лопаточки тоже была сегодня лопаточка. Но в ту же цену получается, что как и за дочек тоже двести шестьдесят. Даже десяточку это можно скинуть. Двести пятьдесят. Двести пятьдесят, да. Я смотрю, яблока нету на внутреннем? Нету. А смотри, за один такой красивый, это яблок. Для себя, для себя держала. Я еще к нему не дошла. Так, это тоже садочек, это в эту же цену тоже двести шестьдесят. Красивый яблок. Дальше. Так, это голяшка. Это уже выкатанная. Выкатанная после этих частях, да. Так, это голяшка такая сто семьдесят гривен. Тоже, что цена немножко упала. Это самое мягкое мясо, если тушишь. Стушить, да. Протушить. Холодцы на первое, да. Просто протушить и там это для гарнира. Ну и доступно. Ну и цена сто семьдесят, она как и свинина. Так, с косточкой сегодня было вот это сто шестьдесят. У меня были эти грудинки такие мясные сто шестьдесят. И перышки были, да. Тоже сто шестьдесят. Так, эти уже сто сорок. Уже когда вот так, знаете, как бы что-то остается чуть-чуть, всегда скидываю цены. Вот это уже вот эти ребрышки сто сорок. И челагач вот такой вот остался сто семьдесят, да. Это уже даже такой вот ближе до шейки сто семьдесят. А голяшка целиком сколько? Сто гривен килограмм. Берут сейчас такое или нет? Нет. Вы выкатываете, да? Да, да. Вот. Да, я понял. Вы выкатываем. Бутер. Что есть по бутеру? Печеночка всегда свеженькая. Сто шестьдесят гривен. Свежайшая. Это с телятинкой. Так, сердце сто. Такое сорок гривен. Это берут как бы для собачек и для кошечек. Это для больных. Да так очень вкусно. Для стареньких, да. И свиное. Свиное у нас как бы дешевле. Шестьдесят. Такое семьдесят даже можно. Угу. Так, хорошо. Вы работаете каждый день, да? Да. Кроме понедельника? Ну, понедельник, да, выходная. Говорим номер телефона для оптовиков, для заказов, да? Скажите. Давайте отпустим. Что-то хотели? Давайте номер телефона скажем. 067-73-40-629. Можно делать предварительные заказы. Также, наверное, такси доставка. Если кому-то надо, вы отправите. Ну, если надо. Знаете, как бы я могу сыну сказать. У меня сын-то на машине. И он... Даже доставку сделает. Даже, даже сделает доставку бесплатно. Вот такой у вас сервис. Бесплатная доставка. Так что звоните. Да, скажу сыну сын завезет. Мне тоже звонили. Сын у меня судент. После первой съемки мне звонил человек, Николай. Он недалеко живет. И очень сильно попросил у меня вкусной кукурузки и персиков. Просто ему тяжело ходить. У него трудно с ногами. Ну, я кукурузу ела твою. Такая вкусная. Да. Да, вот так. Значит, я у тебя взяла и... Ну, еще там у мальчика не то. Не то. Не то. Надо дозвать места, да? Да, приходи. Компот не тот. И меня тоже попросил. Да. Я пожалела человека как бы это, да. И подвезла. Умничка. Ну, такого я больше не делаю. Сделаешь, сделаешь. Если хорошо попросит, сделаю. Да, сделаю. Спасибо вам огромное. Было приятно снова вас увидеть. Шикарная улыбка. Ну и, конечно же, прекрасная продукция. Приходите. Рыбная часть корпуса. Да. И здесь, ну, очень много рыбы. Очень много заморозки. И выбор широкий. Смотри. Ну, цены мы сразу показываем. Треска. Глось. Глось, кстати, по 85 гривен за килограмм. Сонечник. Ставрида. Покажи, Андрюша, Камбалу. Кутаса. Слушай, такие названия, которые уже на самом деле многие это забывали. Ну, конечно, минус в том, что это замороженная рыба. Но плюс в том, что она есть всегда. Да. И ты вот захотела ту рыбу, которая тебе нравится, ты себе пришла и выбрала. Стейки и акулы. Я. Ты поняла? Что? Надо взять попробовать. Просто акула написано. Надо взять попробовать. Надо взять попробовать. Так. Это что такое? Корюшка Е. Кинг клип. Это креветочная рыба очень вкусная. Корюшка. Филе хеха. Уже смотри, уже готовая. Тебе осталось только прийти его приготовить. Почищенное. Это для ленивых хозяек. Ну, или для тех хозяек, которые ценят свое время. Да. Только хотела сказать. Мясо хеха, кстати, тоже очень классная штука. Смотри, вот такие медальоны хеха. То есть это фактически, ну, такая котлетка. То есть ты тоже пришла, пожарила. Очень удобно. Мы, кстати, такое когда-то брали. Интересная тема. И оно диетическое, не забываем. Форель. Филе масляное. Горбуша. Стейки семги. Это форель? 275. Фаш. Фаш семги. Кижуч, смотри, 445. Форель без головы небольшая, 355. Фаш трески. Мы были на рыбалке. И на форель. Именно на форель. Ну, она там немножко поменьше. И такие тоже. Такие тоже ловили? Нет. Мы ловили где-то вот такого размера. Мы даже с икрой. Где? На западной или где? Или здесь у нас? Нет, это во Франции. А, во Франции. А, извините. Что там? Блин. Извините. Но все равно. Мы на западной Украине ловили. Нашу рыбалку ничем не сравнишь. Так. Ну и здесь, смотри, уже очень много интересных вещей готовых. Там есть крабовые палочки. А это, смотри, мясо семги разное. Оно прессованное. То есть, опять-таки, можно посолить, можно сварить, можно сделать супчик. Икра. Смотри. Икра трески. Икра трески, смотри. 340 гривен за килограмм. Вообще прикольно. Хорошая цена, кстати. Есть фарш трески. А ну, пошли посмотрим. Там креветки еще крупные есть. Так. Лангустины. Андрюш, покажи лангустины. Сухая заморозка. Лангустины есть такие огромные. Разные причем. Хвосты. Кельца кальмарев. Слушай, тут на самом деле можно жить, да? Не, классно. Угу. Я думаю, что мы все просто не сможем показать, потому что это нереально. Друзья, приходите. Кстати, вот то, что мы в прошлый раз обратили внимание, не везде есть такой отдел. Это замороженные овощи, замороженные фрукты, ягоды. Тут есть различные коктейли готовые, вот тоже на борщ, на все что угодно, да? Облепиха. Клубника. Клубника по 100, но сейчас выгоднее свежую брать, да? Сейчас свежая почем? То же самое. То же самое. Вишня 135. Плюс минус 120 гривен. Вишня 135, но вишня свежая сейчас точно дешевле, да? Компот есть, пожалуйста, вон смесь 45 гривен. Смородина 85. Сколько сейчас смородины? Ну, плюс-минус так же, да, наверное? Нет, еще дороже, свежая дороже немножко. Манго 200 гривен, ананас 190, клюква, голубика. Ну, голубика 115, я бы, конечно, сейчас взял свежую. Да, лучше свежую брать. Ежевика тоже лучше взять свежую. Зато есть, смотри, брюссельская капуста, брокколи. Шикарно. Ну, то есть надо смотреть. И белый гриб. Ты здесь брала белый гриб? Нет. Я покажу. 375 гривен, замороженный белый гриб, опять-таки вот можно Я взяла сушеный. И также здесь очень много, смотри, тараньки, сушеные рыбы, чихонь, жерех. Андрюш, покажешь цены немножко? Просто, чтобы было понятно. Тарань 340, лещ 215, лещ 150. Бычок, вот смотри, есть такой 470, судак 490. Выбор огромный. Да. Выбор огромный, и слушай, те, кто живут рядом, на самом деле, очень удобно. Очень классные вот эти прессервы. Я в прошлый раз говорил, я люблю брать, вот есть такая селедочка, вот она вот. Вот покажи, вот такая. Она уже готовая, почищенная. Ты просто пришел домой, открыл. Можешь даже с этой баночки есть, можешь перевернуть красиво на тарелочку и, соответственно, с картошечкой кушать. Да, есть разные снеки, смотри, какие хочешь. Для любителей пенного напитка здесь тоже. Так, рыбная планета, фиш планет называется, ребята. Или это, наверное, а нет, это производители, это производители прессервы. И есть, смотри, есть холодного копчения рыба, тоже какая хочешь. Ставрида, горбуша, форель, скумбрики, очень много видов. Лещ. Тут прямо все так аппетитно. Лещ атлантический, смотри, какая красота. Лещ балтийский, елки-палки. Вомер. Лист. Я, честно говоря, первый раз такую рыбу вижу. Очень похоже на вомер, но просто меньше, да? Да. Супер. И давай сразу пойдем в следующий отдел. Хорошо, что здесь как бы все близко. Андрюша у нас прямо вот спиной идет. Опачки. Как все здорово. Рыбки немного сегодня, здравствуйте. Вы нас не дождались, все продали, да? Ну, почти. Почти. Много чего есть. Много чего есть. Конечно. Ну, я надеюсь, что у вас завоз каждый день, и поэтому... Так, смотри, значит, филе форели 700, стейк 600. Так, что тут? Суповой набор есть по 100 гривен. Голова, хвост, ребра, я думаю. Так, что здесь? Дорадо Сибас. Здравствуйте. А почему Дорадо Сибас? Какие были? 350 сибас, 400 грамм. Икра киты 500 гривен 100 грамм. Вот это стейк малосольный, да, уже 700 гривен? Красиво. Да. Такой аппетитный. Да. Красиво нарезан, да, вот прям хочется взять и съесть. А я к ней прихожу. Я прихожу и беру прямо здесь на работе и кушу. Угу. Сухой посол есть 1000 гривен, чука 100 гривен. И есть креветка разная, есть хвостики 550, 475. Большой плюс, почему здесь мало льда, ну, без льда. Это большой плюс. Большой плюс. Ну, потому что, конечно, ты не платишь за воду, да? Да. А ты покупаешь, домой приходишь, размораживаешь, и там куча воды. Так, и смотри, очень много малосолочки, какая хочешь. И селедочка, и килечка, и хамса. 170. Ой, как вкусно. Пряная, смотри, 100 гривен. И с той стороны пошли посмотрим, там снеки. Просто, просто рай для любителя пенного напитка. Что хочешь. Вот фисташек, корюшка, тунец. Тунец. Это прям вот. Филе. Это что-то? Арахис? Что за арахис? Это так рыба называется. Ну, во всяком случае, так она приготовлена. Ну, вот такая вот, вот такая вот красота здесь. А, смотри, покажи еще, Андрюша. Еще есть холодильники с заморозкой тоже у ребят. Что хочешь тоже есть. Есть и крабовые палочки. Слушай, ну, выбор есть. На черемушках очень хороший выбор рыбы. Обратите внимание на холодильник, какие они все чистые. Да, да. И внутри, и сверху. Это очень большой плюс. Сейчас свежей рыбы мы не найдем, потому что сейчас очень жарко. Я тебе скажу, что и на привозе сейчас не фонтан. Мы понимаем это прекрасно. Здравствуйте. Еще раз. Вы освободились. Я. А мы уже все посмотрели. Такие молодцы. Как ваши дела? Расскажите. Как часто вы работаете? По каким дням? Мы работаем с неделью через неделю. Отлично. А магазин? Магазин. Магазин работаем. Каждый день? Даже понедельник? Ух ты. Ну, если нет санитарного дня. Если нет санитарного дня. Санитарный день, понятно, вы выходные. Супер. Супер. А график работы? С 7 до 5. С 7 до 5. С 7 до 5. Супер. Супер. Спасибо вам огромное. Мы все посмотрели. У вас шикарный магазин. У вас работает кондиционер. У вас не жарко. Да. Телевизор работает. Телевизор это прекрасно. Огромное вам спасибо. Хорошей торговли. Хотим показать вам курочку от Димы и Элы. Но стоит очередь. Смотри. Вот у меня уникальность этого феномена. Смотри. Вот здесь стоит очередь. Там рядом точно так же продают курицу. Покажи. А там очереди нет. Там ноль. Да. Кто мне скажет почему, так я не знаю. Еще очень важный момент. Мы обещали вам узнать телефон отдела аренды рынка. Всех, кого интересует работа на рынке Черемушки. Мы на входе заходили, показывали вам киоски или как это правильно называется. Магазины. А также работа в принципе на рынке. Сейчас на экране вы видите номер телефона. Звоните по этому номеру. Узнавайте все условия. Ну и соответственно приезжайте, привозите и зарабатывайте. Зарабатывайте и кормите одесситов классной вкусной продукцией. А когда увидите нас на рынке, кричите Сан Саныч. Подходи к нам. Сними нас. Мы обязательно покажем, расскажем про вашу продукцию. Не проходи мимо. Не проходи мимо. Хочется, я не знаю. Мы дождемся, Дима. Как думаешь? Я просто знаю, что мы сейчас можем стоять-стоять. У него раз и закончится продукция. Потому что в прошлый раз, когда мы снимали, мы с него начали. Вот. Кстати, она нам показала мастер-класс по разделке. Да. Скоростной, скажем так. Мастер-класс по разделке курицы. И я помню, что мы подошли через пару часов, уже ничего не было. Ничего не было. Ребята уже вытирали витрину. Поэтому, ну, вот очередь, друзья. Вот объясните мне. Кто знает феномен, просто напишите в комментариях. Может быть, вы здесь покупаете продукцию? Очень хороший. Очень хорошее обслуживание. Ну, я тебе скажу так. Мы в прошлый раз взяли курочку. Она реально вкусная. Мы просто знаем. Поэтому, как бы. Я тоже у Димы покупаю. А у вас готово. Подходите, пожалуйста. Да. Вот сюда улыбается, уступает людям. Хорошее обслуживание. Давай скажем номер телефона. Давай. Так. 097-27-68-190. Можно звонить, заказывать. И я думаю, что многие люди так и делают. И делают правильно. Да, делают. Потому что он может приехать и не взять то, что ему надо. Да. Ну и не ждать в очереди еще. И тебе точно отложат. Потому что, например, продукция закончится. Ну, друзья. Там, где вот есть такая ситуация, берите номера телефонов. Мы стараемся всегда брать номера телефонов продавцов. Очень многие продавцы делают доставку сейчас. Отправляют такси и так далее. То есть. Потому что, действительно, сейчас такая ситуация, что люди сидят дома. Кто-то не выезжает. Плюс жара. Плюс еще что-то. И, в общем-то, есть вот такой вот сервис. Почему им не воспользоваться? Правильно? Конечно. Конечно. Так что ты тоже позадумывайся насчет доставки. Будет у меня личная машина. Будет. Будет. А будет, да? Будет. А я буду лично привозить всем. Всем лично. А это про тебя правду говорят или брешут, что ты сейчас… Да? Да, это правда. Ты учишься, себя сдает на права, да? Да, я сейчас учусь. Угу. Я думал, ты уже умеешь. Нет. Нет? Что-то я думал, что ты за рулем ездишь. Ездит муж за рулем. Ага, я понял. Странно. Мне кажется, тебя видел за рулем, нет? Или только была не ты? Давай не будем говорить секреты. А, то есть ты ездишь, да? У меня же прав нет. А, одни обязанности, да? Да. Слушай, я думаю, что надо как-то, наверное, пробраться вперед. А ну, Андрюш, дай мне камеру. Пробиваем. Давай хотя бы посмотрим цены. Пробиваемся. Давай просто покажем, что у ребят есть, потому что… Спасибо. Вот покажем просто цены. Дима нам помашет, наверное. Здравствуйте. 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 Взаимно, взаимно. Работа полным ходом. Тушка – 88 гривен за килограмм. Цыплята – 99, четверть – 93, окист – 110, филе – 152, крыло – 86, стыгно – 130, гамилка – 95, фарш из стыгна – 150, тычинка – 95, гуляш из стыгна – 150, спина – 20. В принципе, мы цены показали. Давай микрофон там поставим. Да как зачем? Не будем ребят отвлекать, пускай они себе работают, тем более, что у них стоит очередь. Зачем? Слышь? Мы их не отвлекаем. Не отвлекаем, да? Нет. Хорошо, тогда я лучше пойду попрошу Эллы, чтобы она показала еще раз мастер-класс. Мастер-класс обязательно. Как разделка, да? Это просто… Я сама пересматривала, наверное, раза три. Пробовала повторить? Я умею, но не так быстро. Ну, не так быстро, да. Нет. А я, знаешь, с другой стороны… Я же не мастер твоего. С другой стороны думаю, а зачем повторять, если можно попросить у Эллы, она тебя тик-тик-тик-тик быстренько разделает. Пожалуйста, не-нет, пожалуйста, не-нет, мы так, мы просто поговорить. Мы приходим на рынок просто поговорить. Это замечательно. Кто не хочет говорить, идет в супермаркет. Скажите, а мы снимаем репортаж, почему вы здесь берете курицу? Это шутка, я понимаю, но тем не менее, он умеет убалтаться. Не-не, ну я смотрю, вот рядом продают, я смотрю, очереди нет, а здесь стоит курица. Он умеет убалтаться. Вот эти торговые точки, как бы, вот здесь в очереди… Они, кстати, с одного мега. Всегда у них свеженькие. Всегда. Вот давно у них народа два. Я сейчас говорю, умеет убалтаться. Ага. Все. Вам понравилось, да? Нашему… Это, я думаю, гром был. Это просто там. Да, это просто гром. Сейчас жарко, да, и не пугайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Показываю красоту нашу, как мы сделаем курочку свеженькую, вкусную. Такая вот у нас разделочка. Слушайте, ну это скорость. Это прям вот хозяйки на заметку, скажем так, да? Да, хозяйкам на заметку, что у нас очень вкусные свежие товарки. Элочка, скажите, пожалуйста, вот если хозяюшка, допустим, купит курочку и попросит вас разделать, вы разделаете? Конечно. Да? Мы никогда никому не отказываем. То есть можно купить курочку по цене курочки и разделку получить в подарок? Ну да, конечно. Почему бы и нет? Кто-то пользуется таким лайфхаком? Пользуется. Да. Потому что мы никому не оказываем, мы всегда стараемся угодить своему покупателю. Ну мы только что пообщались с вашими покупателями в очереди. Мы так догадываемся о вашем феномене, потому что, собственно, рядом тоже стоит торговая точка и там нет очереди. Мы задали вопрос покупателям почему. Вам интересно, что они ответили? Очень интересно. Обязательно посмотрите обзор. Обязательно. Это наше видео. Посмотрите обзор и вы... Обязательно посмотрим. Да. Очень интересно. Слушайте, мы пока с вами болтаем, вы уже третьего, да, начали разделывать? Вот это вы, конечно, метеор. Разделываю, потому что у нас очень много людей, большой поток. И тут ни в коем случае нельзя упускать ни одной минуты. Согласен. Но людей действительно у вас очень много и... Да. Это все наши покупатели постоянные. И когда вы у нас были первый раз, очень многие посмотрели телевизор и приходят к нам и говорят, вот мы вас видели, хотим приобрести у вас курочку. Это новые покупатели, мы очень рады этому. Ну и вопрос возвращается повторно? Возвращается, потому что все остаются довольными от обслуживания и всего остального. Ну у вас вкусная курочка, я подтверждаю. У нас очень вкусная курочка и у нас очень хороший продавец. Угу. Он очень внимательный. Мы заметили. Да. Он может с каждым найти общий язык. Слушайте, ну смотрите, вот сейчас же на самом деле очень большой кадровый голос. Голод. Да. Скажите, как вам удалось найти такого хорошего продавца? Поделитесь секретом. Это мой муж. И мы работаем с ним в паре. Ага. Поэтому мы друг друга нашли и вот занялись этим. Молодцы. Да. Ну вы очень позитивные люди. Знаете, от вас реально исходит тепло. Вот видно, вы это все делаете с улыбкой. Я смотрю, как Дима обслуживает покупателей. И вы стоите, в общем-то, ну как бы за стеклом, но вы стоите и улыбаетесь. И делаете это с улыбкой. Да. А это значит, что курочка уже заряжена на позитив. Правда? 100%. Друзья, почитайте в комментариях, напишите, сколько я уже успела курочек разделать, пока мы... Сколько? 2 минуты 43 секунды. Ты считал, сколько курочек? Нет? У меня уже голова закружилась. Сколько вы за день тон разделываете? Максимально какое было количество? Максимально 800 килограмм. 800 килограмм. И помимо этих 800 килограмм мы делаем фарши. У нас есть индюк. Это еще 4 индюка. Это максимально, что я могу разделать. За тройки промежуток времени. А со скольки до скольки вы работаете? Мы работаем с 7 до 5. Я думаю, что до 5 это вы громко сказали. В прошлый раз мы заканчивали съемку в 12, у вас уже ничего не было. Сейчас очень жарко. Стараются все идти с утра на базар. Ну и соответственно, чем раньше у нас раскупят, тем быстрее мы пойдем домой. И чем раньше люди раскупят, тем быстрее они пойдут. Все правильно. Все правильно. График работы каждый день, кроме понедельника? Нет. Понедельник у вас выходной, да? Да. Дима, улыбнись. Тебя снимают. Димочка. Димочка, улыбнись. Тебя снимает не скрытая камера. Супер. Огромное вам спасибо. Вам спасибо. Спасибо. В первую очередь за позитив. Вот правда. Спасибо. Мы стоим у вас и заряжаемся позитивной энергией. Очень приятно, что мы можем дать этот позитив и эту энергию. И вы же помните, раньше были там вот Чумак, Кашпировский. Они там что-то заряжали воду и все остальное. Вот я уверен, что ваши курочки заряжены не меньше 100%. Да? Да. Правда. Очень красиво. Спасибо. Вы у Димы спросите, сколько у нас новых покупателей появилось? Дим, расскажи. Да? Появились? Да. Приходим и говорят, мы вас видели. Радует. Да. Это правда радует. Огромное вам спасибо. Хороший торговый. И вам спасибо. И вам. До свидания. Реально очень классные ребята. Позитивные. Очень. Я не могла оторваться от них. Кайфуешь, да? Стою, слушаю, слушаю, смотрю. И как будто первый раз. Я их знаю уже давно, но все равно я слушаю их как первый раз. Насколько важно, когда тебя обслуживают с улыбкой? Очень. Вот это очень важно. Мы же в первую очередь любим глазами. Мы посмотрели на торговую точку, посмотрели на продавца, посмотрели на продукцию. Если картинка сошлась и нам все понравилось, она может понравиться только в том случае, если человек нам улыбается. Да. Знаешь, мне еще что очень нравится? Когда я подхожу, а продавец, например, свою продукцию ест. Я тоже еху. О, у меня тоже вызывает уровень доверия. Ага, значит, если человек ест свою продукцию, значит, нам туда, да? Или туда? Туда, туда, Андрюш, туда. Вот. То это тоже очень большой плюс. То есть вызывает доверие. Отрезала кусок, даю попробовать. Он отказывается. Я его и доедаю. Съела и давай. Все правильно. Так, вот магазин. Магазин. Что это за магазин? Мы сейчас зайдем. Что здесь продается? Холодная вода, работает кондиционер, приятная атмосфера. Самое главное, здесь приятная атмосфера. Ребята продают приятную атмосферу, пожалуйста. Вот что там внутри, я не знаю. Но Рината привела сюда, говорит, здесь классные ребята, поэтому, а я ей доверяю. Здесь атмосфера хорошая. Поэтому идемте покупать классную атмосферу. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Мы тезки с вами. Это очень приятно. Да, это судьба. И супруга, где ваша супруга? Вы почему спрашиваете? Супруга тоже Александра. И раз и седра. Собственно, давайте так, вот сейчас Рината может… И сын Александр у нас. Загадать желание. У вас сын Александр Александр. У меня дочка Александра Александра. Это все назвали друг друга. Да, 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 да. То есть можно сейчас загадывать желание. Сейчас, в принципе, все, кто заходят, да, вот… Да. Класс. Нам сказали, что у вас очень классно, очень атмосферно, и мы пришли. Тем более, мы почитали, вы продаете атмосферу. Да, да. Это вот только на Черемышках можно купить атмосферу. Да, это интересно, да. А еще покажи, Андрюш. Андрюш, вот такого ты 100% никогда в жизни не видел. Это… Когда-то у людей были такие магнитофоны. Вот. Видел такое когда-то в жизни? Да? Примерно, да? Примерно, да? Вот примерно такой у меня был только Panasonic. Это Sharp. Ну, это классно, это из модных. И он работает у вас такой? Да, все работает. Супер. Это… Это в первом мире мужской уголок. Класс, просто. То есть, пока девушки колбаску убирают, пробуй сыры, мужчина может перекрутить кассету на ручке. Причем, да, вот как правильно перекручивается кассета. Да, смотрите внимательно. Да, то есть… Да, мы специально ручку уложим. Мужчина отвлекается, и женщина спокойно убирает сыры. И как бы пошла жара вот так вот, раз. Вот так и перекручивали кассеты. Я тоже делала раньше. У меня в детстве карандаш был, ручка эта по-богатому. Да, да, да. Не, ну такие кассеты, да. Это история. Слушайте, супер. Все работает, и телевизор работает. Нет, так я смотрю в классном состоянии. Да. С 72-го года. С 72-го… Прикинь, он еще и шумит. Ну, черно-белый. Ха-ха, как класс. Прикинь. И можно там, да, есть… Да, 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 да. Они настраиваются. Если бы не убрали бы аналоговые каналы, оно работает. Ага. Все отреставрировано, все работает. Супер. Так, хорошо. Это мы поняли. Это мы поняли. А что кроме вот этой атмосферы в вашем магазине можно купить? Колбаса. Красивая, вкусная. Красивая, вкусная. Да, красивая, вкусная. Всегда свежая. Все в холодильнике. А. Работает генератор. Все изумительное. То есть в любую погоду, в любое время года есть свет, нету света у вас? Все работает, все генератор работает, да. И яйца всегда в холодильнике, потому что яйца до плюс шести. Угу. Слушайте, ну у вас, да, молочка тут разная есть. Мы сделали пандораму красивую, я сделал. Ага. Это… Это крем-сыр. Крем-сыр. Да, крем-сыр. Крем-сыр. Он остается пустой. Мы ели военным отдаем. Это остается. Мы сделали пандораму, чтобы было красиво. Люди приходят… Красиво, понимаете? Видно, видно, что вы любите свою работу. Вот настолько это важно. Смотри, все в холодильнике. Вот покажи, Андрюш. Все свежее. Все, так, яйца в холодильнике, пожалуйста, все есть. Молочка любая. Лаваш. Блин. Класс. И сыр. Есть нарезка, сыры разные есть, и есть нарезка. Слайсер есть, да, у вас получается? Слайсер для мяса, да. Для мяса, для колбасы часто приходят на какие-то вечеринки, на пенные вечеринки, да. На пенные вечеринки. Я посмотрела, что это такое? Это ковровое покрытие. Это вы продаете ковровое покрытие или это у вас… Это параллельный бизнес. Параллельный бизнес. Да, да, да. Это коврово-испанский. Это у нас присылают нам образцы испанцы. Это остался просто каталог, и я его… и красиво чтобы… Прямо с самой Испании испанцы, да? Да, да, конечно. То есть не из Турции, не из Китая. Это классно. Покажи поближе вот это покрытие. Это натуральное, да. Ага, супер. А что такое? В каталог, когда пять лет, он уходит из производства, и я наклеил, ну, красиво, просто красиво. У него невозможно такую красоту выкинуть. Конечно. Да. Так. Теперь я знаю, куда я могу обращаться, если мне нужен будет. Да, да, да. Любые в консультации. А есть клуб любителей? Ну, вот у вас есть друзья, которые к вам приходят с такими же магнитофонами? Да, человек пришел, он мне подарил. Ага. Здрасте. И я коллекционирую, у меня их более сорока. А, то есть это не все? Да, 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 это не все. То есть у вас, где дома у вас, где у вас коллекция? Большая коллекция. И все рабочее? Все рабочее. Все рабочее, все отреставрировано, покрашено. Это были грязные, это было выломано, это стекло поменяло, это покрасил. Можно я водичку куплю у вас? Конечно. Это берите, берите. Это холодная, это теплая игра. Там холодная, вот здесь вы холоднее. Да. То есть все работает, три пятерки тоже здесь работают. Видите, вот они. Вот. Это 72-го года. То есть смотрите, LED, это мы от Японии стоим лет на 600. LED написано. В 72-м году. И играет вообще. Играет. Класс. Выключайте, выключайте, потому что нам нельзя звук. А то Ютуб не любит. Слушайте, ну на самом деле я в захвате, как то кажете. Да, да. Вы прям меня обрадовались. Это мыслью. Женщина пришла и говорит, я с мужем познакомился. У нее точно такой аппарат. Видите, какие эмоции у вас? Да, да. Точно такой аппарат. Я влюбилась в него из-за аппарата. Потом пришло уже более. Но это ваше хобби, вы их не продаете еще, это просто вы собираете. Многие моряки приносят, приносят, дарят, соседей подарят. Знаете, от нас это никто не нужен. Конечно, оно не нужно, да. Он мне придется в дипломатии. Дипломат открываете, там пластинки, кассетник, радио, в дипломатии. Я когда-то такое видел, да, я помню. Это тоже старенькое, это тоже семидесяток скорее всего. Да, да, да. Либо начало восьмидесятых. Семьдесят пятый, семьдесят восемьдесят. Все работает. Но это шедевр, у меня мужчина пришла, я учила два часа, да, продайте. Я говорю, там ну. Да. Таких вещей уже не осталось просто. Так главное, что это все рабочее, телевизор работает. Все рабочее, конечно, все работает. Это просто. Это покрашено, я купил для автомобильных дисков. Хрома. А. Видите, они блестят новые. Да, да, я вижу. Покрасил эти. Так и живем, красиво живем. Это шедевр. Таки да. Таки да. Александр, вы меня порадовали. Просто порадовали. И после пол шестого у нас здесь дискотека, кому за тридцать, приходите потанцуем. Ну, как всегда, вы знаете. Ну да, со своими кассетами вы сюда приходите, да? Да, со своими кассетами. У меня там есть Доктор Албан, там что-то в Modern Token. Да, друзья, приходите. Как вас точно найти? Как называется магазин? Номер магазина? О. Это к большому динаму. Но у вас есть генератор. Да, включаем. Поэтому сейчас включаем. Давайте посмотрим. Мы сразу можем посмотреть, как выключаете генератор. Значит, есть силовой кабель. Да. Идем. Сейчас я выключу. Давай покажем, Андрюш, выходи. Сейчас я счетчик выключу. Да, давайте. Все делайте правильно, конечно. Да так. Все четенько. Слушай, ну вот это реалии современного бизнеса. Генератора нужно иметь по-любому. Выключили свет. Хотите работать дальше, а тем более холодильники, тем более такая техника, все должно работать. Дизель или бензин? Бензин. Смотрите, какой аппарат. Да, аппарат. И смотрите. Пол оборота. Силовая розетка. Все, пошла жара. Сейчас включим. Андрюша, заходи. О, да будет свет. Света не было ровно 64 секунды. Александры произведены для того, чтобы выпал свет. Это да. Александры проводят миром. Александры проводники. Да, проводники мира. Ну, Александра, мы загадываем. 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 Чтобы мы в этом году все отдохнули на острове. Там, где большие пальмы. Согласен. Обезьяны. Чтобы не приносили сок. Согласен. Холодный. Вот такие кокосы, трубочки. Самая рога. Все закончится. Все закончится. Штырки холодные. Где ты? А я всегда такая. Холодная женщина. Нет, воду холодная. Нет, я воду трогала. Вода холодная. Я понял. Скажите, вы даете номер телефона? Вам можно звонить, что-то заказывать? Да, да, да. 067-96-69-448. По каким вопросам можно обращаться? По любым. По любым. Технику можно приносить. Кроме семейных. Кроме семейных. Да, я женат, поэтому... Понятно. У меня жена болгарка. Болгарка это не пила, это супруга. Да, 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 да. Я понял, да. Это супруга. Было приятно с вами познакомиться. На самом деле приятно познакомиться. Заимно. Заимно. Вы очень крутой. Я даже хочу вас обнять, дайте. Да, да, да. Вы очень крутой, да. И, блин, и магазин классный просто. Все чистенько. Я не хотела. Спасибо, что показала. Спасибо, что привела в магазин. Все. Всего самого наилучшего. Мы всегда с вами. Взаимно. Спасибо. Заходите. Приходим за одесским колоритом. Кто соскучился, кто этого вообще не знал и не имеет значения. Мы не теряем этого одесского колорита. Никогда не теряем. Самое главное. Одесса не просто город, это улыбка Бога. Громко работают генераторы, но нас это не останавливает. И мы уже под навесом. Это овощной навес, можно так его назвать. Фруктовый пассаж, называйте как хотите. Здесь чаще всего приезжают люди с сел, да? С области. Но сегодня опять-таки жарко и сегодня меньше людей приехало, потому что в прошлый раз, когда мы были, было очень много людей. Вот. Поэтому пошли посмотрим. Посмотрим, что люди привезли. Кстати, очень красивый лучок. Опять лучок? Да, просто красивый. А по чем такой лучок? 10 гривен. Базилик есть? Я просто не могу его не взять, потому что... Конечно. Я люблю такой лучок. Так сильно любишь? Да. Супер. Выбирайся. Я даже возьму два. А то, что... А, или ты вот это именно ешь? Да, вот это, конечно. А то можно салатик попрешить куда-то. Выберите мне два красивых. Самый красивый. Вашей хозяйской рукой. Самый лучший. Отлично. Отлично. Самый красивый, да? Просто такой вот настоящий. Ну, что это? Кинза. А по чем базилик кинза? 10 гривен, кинза 15. Кинза 15. А укроп по чем? 15 гривен. Не надо, спасибо, но будем знать цены. А такой перчик по чем? 10 гривен. Штучка. Бурячок? 40 гривен. Бурячок за килограмм. Да. И кто, допустим, варит раков, да? Есть такая штучка. 15 гривен такой большой. Здесь меньше 10 гривен. Да. Какой за 10. Шикарно. Ну, кто-то еще там делает огурчики маринуют, но кто-то для раков тоже, пожалуйста, по 10 гривен. Кривен. Кстати, можно набрать, засушить, потому что сейчас они есть, а через какое-то время... Да, потом не будет их. Да. 100%. Если оптом взять, то вы дешевле дадите, да? Нет, уже дешевле, ниже блин. Я понял, согласен. Ну, пожалуйста, друзья, приходите, покупайте. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо на торговле. И лучок у вас очень вкусный. Это уже традиция брать здесь лучок. Так, помидорки 70, 85, 80. Перчик такой интересный. Смотри, какой красивый. Разноцветный. Здравствуйте. 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 Огурчик 45, кабачок 20. Привет, привет. Пойдем к тебе в ряд туда, да? Да, идем. А, слушай, давай подойдем. Как этого мальчика зовут, который зеленью торгует? Антон. Антон. Слушай, ну он красавчик. Смотри, это что, сливка уже полевая? Это похоже на сливку, да. Это полевая? Я думаю, что это не полевая. Рано еще полевой. Но сливка. Но сливка. Да. Прикинь. 65 гривен. Хотя, слушай, сейчас так меняется экология и природа, что может быть уже и полевая. В этом году все равно. Антон, покажи, какой здесь красивый прилавок, сколько помидоры разной. Какая хочешь, смотри. Не, ну прилавки, конечно, обалденные. Сказка, мармелад, сказка. Сказка? Да. Сказка мармелад. Да, пожалуйста. Мармеладная сказка. Сказочный мармелад. Перец. Короче, все есть. Баклажан красивый. Смотри, есть синенькие, есть беленькие. Какие хочешь есть. Такие симпатичные. Так, идем дальше. Кукурузка здесь. Витрина тоже красивая. Очень красивая витрина, да. Поснимай эту витринку, покажи. Кукурузка по чему? 25. 25, здрасте. Королева ягод мед. Вот. 200. Посмотрите, что пишут люди. Королева ягод мед. Правильно, так и есть. А помельче? А помельче? 170. 170. И 120 лесная. И 120 лесная. Это именно лесная, да? Да. Перепробуй. Как вас зовут? Аня. Аня, вы сами в лесу собирали? Да, с утра до ночи. Каждую ночь, да? Собираем и каждое утро трогаем. Очень сладкая. Кстати, лесная даже поинтереснее по вкусу. Она слаще и аромат у нее лучше. Анечка, а почем у вас малина? Малинка 120, ежевика 130. 120 малина, ежевика 130. И есть черника. Черника почем? 100. Так, сладкая. А слива? 50. Слива 50. Абрикоска-то тоже ваша, да? Да. Покажи я абрикоску вон еще. Почем абрикоса? 65,75. 65,75. Супер. У вас очень красивый прилавок. Спасибо. Ммм, какая она сладкая. Очень сладкая, поэтому я знала, что давать. Почем малина? Хорошая вам торговля, спасибо. Арбузик, давай спустим, почем арбуз. Ага, 20. Здравствуйте. Арбузик по 20. Дынька по 80. Красиво. А откуда арбуз приехал? Откуда? Видеополь? Угу. Спасибо. Красиво. Пошли туда, вовнутрь. Слушай, ну несмотря на то, что жарко, несмотря на то, что... Все равно люди ходят, покупают. Да. Люди есть. И есть и продавцы, и есть и покупатели. Тут вот яйца продают, пожалуйста. 40 гривен, 45, 55, 47. Выбор есть. Выбор есть. Это у вас такой яичный ряд, да, можно так сказать? Да, тут да. Да. Персики. Персики, слушай, вот смотри, люди. Просто разгребают. А что это за распродаж? Даже не подойдет. Надо, знаешь, так заглядывать. Заглядывать. Что же там продают? Так, арбуз, смотри, вообще по 15 есть. Небольшой. Маленький. По 15. По 20. Дынька по 20. Кто-то такой, я смотрю, что социальный товар, скорее всего, он второго сорта. Но, тем не менее, слушай. Тоже есть. Кстати, вот бытовая химия тоже. Пожалуйста. Подруга, привет. Фильтры для воды. Пожалуйста, все есть. Тут тоже интересный магазинчик. Кстати, вкусняшки. Я у женщины покупала, очень вкусно. Здравствуйте. Тут домашние. Здравствуйте. Угу. Смотри. Колбаски красивые. Покажи цены. Вот это вот. Угу. Это домашняя продукция, да, у вас? Есть. Или разная? Есть? Есть. Из заводка, да? Да. Угу. Яйца по 40. Холодильник. Что немаловажно в наше непростое время. Чай, кофе, капучино. Потанцуем. Ну и шедевр. Вот это, я понимаю, искусство. Ну ты вот посмотри, ну красавчик. Посмотри. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. В общем, людям. Взаимно, взаимно. Андрюш, ну покажи, ну кто так еще, где так выкладывает? Ну нигде. В городе Одессе. И только у Антона. Только у Антона на рынке еще. А ну давай мы Антону дадим микрофончик. Давай, давай я тебе накину микрофончик, расскажешь немножко о себе. Потому что очень много людей тебя в прошлый раз посмотрело и мне писали, да ты что, такая красота, он так красиво выкладывает. Ты вообще даешь какие-то мастер-классы, где можно приходить учиться, я не знаю сколько, 15 лет этому учиться. Не, не 15, я на рынке работаю 6 лет. Для меня я работал парень, это вообще идея его, его звание когда-то Петя, его много кто знает, и он работал на этом рынке. Потом я пришел к нему работать как бы и мы с ним начали вместе сотрудничать. У нас было на рынке 3 точки, ну сейчас 2 конечно. И мы работаем уже довольно таки немалое время и каждый день все свеженькое, каждый день все красивенькое. То есть у вас всегда свежая зелень? Всегда. То есть ты специализируешься именно по зелени? Именно по зелени, да. Но такого выбора мало где найдешь просто. Я согласен. И зимой и летом? И зимой и летом. В любую погоду. Каждый божий день. А зимой как вы продаете? Она же мерзнет? Не мерзнет. Ну посмотрите, дело в том, что в Украине уже и в Одессе зима уже не такая… Уже не та зима. Да, не та зима как раньше была, да. Ну минус 2 мы еще работаем. Даже если на улице сильно холодно, у нас есть специальные ящики, в которых мы ставим зелень и человек может прийти и купить всегда свеженькую. Угу. Да. Ясно. У нас всегда все идентично, каждый пучочек одинаковый вес. Заметьте, мы пучки вяжем все вручную и у нас все вот идеально. Вы молодцы. Стараемся, чтобы было все зелененькое, красивенькое, без желтого. Ну и к такой ветвине трудно не подойти, мне кажется. Да, можно сделать доставочку. Ну и место у тебя классное, тут проходняк хороший. Доставочку делайте, да? Давай вначале расскажем цены, а потом… Да. Вот давай, почем лук. Смотрите, лучок у нас 15 гривен за пучок. Да. Петрушечка, укропчик, кинзочка, щавель, шпинат 15 гривен, шпинат 25. У нас также есть авокадо, лимоны, лаймы, апельсины, мята. Почему? Называется на авокадо почему? Смотрите, авокадо 100 гривен за штучку, это хас королевский, он очень крупный. Да. Какая цена, стебель сандерея 150 гривен за килограмм, мята у нас по 20 гривен за пучочек, базилик зеленый, фиолетовый, салатные листочки по 20 гривен. Также есть всякие экзотические салаты, лолорос, ледяной, дубок, зеленый дубочек, есть айсберг, уже конечно закончился, есть у нас еще салат романчик, это все салаты по 200 гривен за килограмм. За килограмм. Еще перчик, корни петрушки, большая разновидность. Смотри, как бы звучит 200 гривен за килограмм много, вот давай просто возьмем кусочек и взвесим, поскольку он будет в деньгах. Потому что так 200 гривен. Да. Этот пучочек будет на 50 гривен. На 50 гривен. Можно сделать половину, можно сделать микс. Ну, если человек приходит, можно вообще на любую сумму сделать зелени, сколько нужно. Если надо веточка укропа, мы даже продаем веточку укропа, это не проблема вообще. Просто знаете, как приходят бабушки, у них не хватает средств, мы делаем половину пучочка и делаем целое. Вот это не проблема. Вступаете хорошо, кому-то и дарите, я уверен. Да, это такое. Тебе можно звонить заказывать? Да, можно звонить заказывать. У тебя опт может быть или нет? Без проблем. Скажи нам тебе. Главное предупредить. 099 770 58 46. И есть доставка? Есть доставка. Как это выражается? А? Ну, как выражается доставка? То есть от какого количества? Да, без разницы. Если человек желательно 500 гривен. Ага. Я понял. Ну, то есть даже смотри, вот человек тебе может позвонить, условно там взять у тебя чего-то и заказать Ну, так же мы можем сделать доставку, например, можно абсолютно все привезти, что есть на рынке. Это не проблема. Я этим занимаюсь. У меня есть также свои постоянные клиенты, которые мне звонят. Я, например, еду вечером. Девушка Рината, которая планирует запустить доставку. Вот, если что, бери ее товар тоже. Да, вообще без проблем. И делай доставку. Люди звонят, мы делаем все красивое, все свежее, поверьте. Самое идеальное все будет. Да, потому что нет сейчас возможности всем людям выезжать и приезжать. Это будет очень классно. Если, вот знаешь, на рынке будет один-два человека, которые вот так вот, которым можно позвонить. Вообще без проблем. Да, это будет классно, друзья. Большая машина. Вечером после работы мы можем привезти все домой. Человек работает, вечером пришел, а у него уже под квартирой ящик красивенький, свеженькая зелень, овощи и фрукты вообще без проблем. Это классная идея. Это классная идея. Реализуйте ее, пожалуйста. Реализуем. Мы будем. Будем стараться. Это сейчас очень актуально. Это востребовано. Людям это нужно. Кроме того, что есть люди, которые там не выходят по определенным причинам на улицу, есть просто пенсионеры, инвалиды, которые не могут выйти. Конечно. Им тоже хочется... Да. Вот как мне говорил человек Николай, у него просто проблема со своими ногами. Ему тяжело передвигаться. Это вообще не проблема. Доставка бесплатная. Абсолютно все, что нужно, все сделаем. Нет, это супер. Мы ему подвезли, потому что рядом просто проезжали. Вы это сделали разово, а мы сейчас говорим о системе. Классно, если вы это сделаете. Друзья, напишите в комментариях, интересно ли вам было так. Я, в принципе, могу на каждом рынке найти вот таких вот энтузиастов, которые там могут развозить, потому что это важно. В пределах рынка. Ты же все равно не повезешь на поселок Котовска. То есть все равно какой-то радиус, наверное, ну там плюс-минус. Но если будет смысл ехать туда, мы поедем не туда. Если на миллион долларов, понятно. Можно просто, например, если человек заказал малины, клубники, листья салата, еще что-то там, например, укроп, петрушка, авокадо. Если сумма там пятьсот, шестьсот, семьсот гривен, не проблема поехать. Это вообще не проблема. Понятно. Все сделаем. Спасибо тебе огромное. Нужно развиваться. Спасибо. Хорошая торговля. Я забираю микрофончик. Приходить от вас 15% скидка. О, друзья, при пароле от Сан Саныча услышали 15% скидка. Так что приходить супер. Вообще класс. Говорим слово Сан Саныч и вам скидка. Да. Супер. Спасибо. Хорошая торговля. Прилавок очень красивый. Так, что здесь? Слива 50, абрикоса 70. Арбузик. Пошли покажем. Кстати, арбуз мы брали у него домой. Очень вкусный арбузик. Вот здесь брали арбуз. Детки мои поели. А почему арбузик ваш? Не знаете? 25. 25 арбузик. Арбузы начали дешеветь. Они с каждым днем сейчас все дешевеет и дешевеет. Это венгерка? Это похоже на венгерку, только она какая-то крупная. Правда? Класс. Ну, похожа во всяком случае. Только какая-то она... Это венгерка, да, такая? Угу. Класс. И цена отличная. 500 рублей. Супер. 70. Это ананаска, правильно? Угу. Это смородина? Черника. Черника. Для зрения хорошая. Кушать. Полезно. Ну, так для зрения, что ты хочешь? Где твоя лопата? Открой лот. Съел кислоту и сразу так жрёпло. И сразу выключи музыку. Одну ложечку и сразу, да, прозреешь, да? Угу. Класс. Малина 130. Ежевика. Ежевика почём? 130. Тоже 130. Пробую. Она сладкая-сладкая? Ты прям знаешь, что она сладкая. Да. Я уже тут постоянно кушаю. Ха-ха-ха. Класс. Я не могу просто мимо пройти. Это ежевики. Она всегда сладкая. Класс. Очень сладкая. Кстати, она будет взять. Так, 150, 120 и 200 голубика. Но у меня есть ощущение, что вот это будет самое вкусное. Это оно более ароматное. Да, более ароматное. Сладкое будет вот это, но это более ароматное. Вот это будет более сладкое, да? Сладкое вкусное. Угу. Класс. Ты каждый день работаешь? Конечно. Понедельник, выходной? Даже в понедельник. Даже в понедельник он работает. Класс. Круглый вот. Он умничка. Как зовут? Максим. Максим. А телефончик для оптовиков даём? Проблема. Говори номер телефона. 067-87-86-188. Если что, доставку можешь организовать? У нас вот один человек доставку делает. Да. Всё, вы уже договорились, да? Ну всё, мы, короче, если что будем делать доставку. Супер. Это очень классно, если вы сделаете, потому что вы закроете потребность очень многих людей. Спасибо большое. Всего хорошего. Кукурузка по 20. А у тебя почему кукурузка? Сейчас подойдём и увидим. Сейчас подойдём и увидим. Ты ещё не знаешь или ты ещё не сложила цену? Я знаю. Знаешь, да? Но это будет сюрприз. Арбуз, смотри, какой красивый. По 20 гривен. Смотри. Пожалуйста. Тебе приготовили уже. Даже приготовили сразу поесть. Да, бери, пробы. Бери, пробы, бери, кушай. Сразу нарезали. Всё красиво. Класс. Пошли вот там картошки посмотрим. Ещё картошки много. О, кстати, здесь красивая картошка. Здравствуйте. Добрый день. Американка 12. Какая на жарку лучше всего картошечка идёт? Самая лучше подходит. Американка. Американка, да? Лимонка лимонка. Лимонка. Лимонка вкусная. Американка идёт белая в лаке, а лимонка будет кремовая. Угу. Белорусская и королева Анна уже более разваливаются. Лучше на варку, на пирешку, да? Угу. 25. Самая дорогая эта лимонка. Да. И американка мелкая, ну, средняя. Средняя. Средняя по 12. То есть от 12 до 25 сегодня можно взять на черёмушка картошку. Есть чеснок молодой, это наш украинский. 150 гривен за килограммчик. Да. Есть лук 18. Розница 18. Если сетка, с килограмм 5 можно по 15. Сеткой можно по 15. Да. Ага. Хорошо. Ну, маленький. То есть есть, оп. Отлично. И есть, смотри, лук салатный, есть марс и есть такой белый. Он в одну цену, да, вы продаёте? Ну, по 80 гривен. По 80 гривен. Да. И больше набор. По чём капуста? Ну, по 30. По 30, да? Ну, это уже остатки роскоши, да? Морковка? 35. Морковка 35. Буряк 35. Да. И уценка по 10 гривен. Ну, уценка тоже есть, потому что есть люди, которым она нужна, да? Конечно. Конечно. Супер. То есть можно разговаривать? Конечно. Приятно. Спасибо. Можно торговаться. Татьяна, очень приятно. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень весёлый человек. Класс. Подходишь и получаешь удовольствие. Здравствуйте. Добрый день. Так, здесь картошечки тоже много. Шикарный выбор. Вообще помидоры у нас самое смачнейшее на рынке. Самое смачнейшее на рынке помидоры. Самое смачнейшее стоит на рынке помидоров. Другие продавцы об этом знают? Они с вами не дерутся за это? Нет, не дерутся. Вы не кидаете друг другу помидорами за это? Нет, нет. Так, а какая самая сказка 75? Это сорт такой, или вы так придумали, что вы нас сказали? Нет, я так придумала. Это вот та вот сказка, а вот эта, это одно и то же. Одна сказка. А, это у вас мафия, да? Да, это мафия местная. Я понял. Это хорошо. Микада. Микада. А мармелад это тоже Микада? Да, это Микада с Примадонной. Бачите, воно здесь. Да, я вижу, да. А вы спрашивали сорты из Примадонна, а есть еще один сорт? Да, какой-то сорт мне вчера сказали, вчера это было, да? Вчера, да. На привозе какой-то сорт сказали, я не запомнил название. Ну, ты знаешь, разные люди сказали по-разному название. Одни сказали одно, другие сказали другое. А не задать вам попробовать? Ну, давайте, если вы говорите, что у вас сказка и песня и мармелад, то и мне, и Ренате. Все, дай ее делиться, бачка? Да. Красивая внутри. Шикарно. Андрюша, покажи. Она красивая твоя внутри. Помидора, ну, самая шикарная, самая вкусная. Это у нас, получается, микадо, да? Да. Бери первая, бери, девушка все-таки. Да, если я останусь живая, то мы потом будем пробовать, Надо было брынзочку взять, нам Татьяна дала брынзочку. Какая вкусная. Мужчина, вам тоже так попробовать? Не-не-не, я тебе попробую. Ммм. Фанат твой, фанат. Спасибо. Очень приятно. Вкусная. Обалденно. Очень вкусная. Прям такая. Очень вкусная. Вот. Настоящие лет... 135. Для тебя по 135. Для меня. Для тебя. А торговаться можно? Можно. Я к вам приду сегодня и куплю. Да, хорошая. Она очень вкусная. Ну, а вы все немножко уступаете, да? Да, конечно. Можно торговаться? По 100? Сэр Шурендер. Ну, по 100 может быть нет, но цену пару копеек уступят. Да я шучу. Перчик есть по 35. Вот такой красивый. Да. А скажите, а вот эта, которая поменьше, она такого же вкуса? Это она же, да? Да, да. Ну, важно еще, вот покажите ее еще в разрезе, то есть она там, ну, нет вот этого белого ничего, то есть реально вкусная помидора. Класс. Огурчик по 40, да? Как вас зовут? Валентина. У Валентины помидоров вкусные, друзья, приходите. Во всяком случае, сегодня мы 10, да, снимаем? 10 июля точно. Валентина, вы тут постоянно будете работать? Да. Случайно. Или только сегодня? Нет, постоянно. Постоянно, да? Вот смотри на этот красный. Вам надо, знаете, фартушек с вышивкой Валентина. Да. Да. Да, тоже классная. О, покажи, Андрюш, покажи. Но я красная. Это Таша меньше, да? Да. Это которая сказка. Обычная красная. Обычная. Класс. Супер. Хорошо. Спасибо. Хорошая торговля. Так, ну давай придёмся здесь. Слушай, ну, на самом деле, вот я ещё раз говорю, чем мне нравится атмосфера рынка Черёмушки, здесь ты как дома. Да, реально. Мы тут как бы одна большая семья, все люди все позитивные. Серёжа, доброе утро. Здравствуйте. Здесь все друг друга знают. То есть, ну, понятно, что есть там, скажем так, залётные, но, наверное, их меньше. То есть, в основном, это, ну, одни и те же люди, которые здесь, ну, бывают, ну, каждый день там, или достаточно регулярно. Так, здесь у нас. Здесь у нас, смотри, белый налив, уже есть яблочко. Здравствуйте. Здравствуйте. 30 гривен. А как этот сорт называется? Слава победителя. Слава победителя. Слушай, это ещё самые те сорта, которые с детства. 30 гривен тоже. Кукуруза. От 15 до 20 гривен. Это мраморная, да? Угу. Угу. А персиков, смотри, сколько? Слава победителя. Что, говорите? Вообще сорт называется ракель. Ракель, да. Ракель, но в простонародье называется мраморная, потому что разноцветная. А та, которая больше белая, как называется сорт, не знаете? Что она сейчас появилась такая. Так, акция по 35. Есть 40 гривен, 50, 60, 80. Как сорт называется? Отвёршим из этих волос. Вот это идёт из твёрдых. Эти персики мягкие. Ммм, как он пахнет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это солнечный. Солнечный. Это для тех, кто любит твёрдые персики. Попробуй твёрдые персики. У нас из твёрдых персиков есть ещё чёрный принц, могу вам предложить, он более сладкий. Они сохраняют свою плотность через несколько дней. Сколько он стоит? 80 гривен. 80 гривен. И тот и тот. Бери кробы. Я беру кробы. Более распространённые персики, такие как кардинал, которые все знают, они стоят дешевле. Он очень вкусный. Это как бы эксклюзивная штучка. Зоечка, отрежь мне вот этот попробуй. И дайте нашему оператору вот этот вот такой. Он очень вкусный. Вот этот вкусный. Это персики идут кирийские, это не импортные персики. Не-не, это понятно. Если видят дядя Саша, привет, люблю тебя, очень спасибо. Юлечка, спасибо. Дядя Саша, вам ещё деньгами передали, но конверт уже закрыли. Мы регулярно передаём деньги за конверт. Понятно. Красивый персик. Ещё в посту мира они выращивают апельсинку. Пожалуйста, подходите, люди добрые. Апельсинка что, персик так называется? Персик называется персик. А как он выглядит? Вот он. Вот мы вам дадим ещё ему ответы. Но он мягкий. Ну дайте нам попробуй. Он из мягких, сочных сортов. По чём он? Ароматный. 80. Оператор. Будете? Конечно будет. Апельсинку тоже не будет. А ты последняя. Два мальчика сначала накормят. Ты местная, да? Ты можешь в любое время взять. Тебе всегда хватит. А теперь, извините, надо работать. Да. Хорошая вам торговля. Всего доброго. Да. Супер. А тут? А тут смотри. А с этой стороны помидорка. Овощи. Значит тут помидоры 70, 80, 80, 65. Так, баклажаны 55. Примадонна 55. И чеснок домашний по 130. Пошли вот туда вот. Куда? Да? Мы идём туда. Пошли посмотрим. Огурец 35. Дыня 60. Кукуруза 20. Картошки много. Кабачок. Кабачок, смотри, по 18. Да-да. Ривьера картошечка 18. Картошка крупная. Белороса 18. Кукурузка сладкая, смотри, какая красивая. Показывай. Всё, всё. Всё. 25, 20. Дыня огромная, смотри какая. 50 гривен. И арбузовидиополь здесь по 20 гривен. Слушай, ну класс. И сейчас важно, что многие разрезают, продают половинку. Это да. Не все. Не все дотянуты. И не дотянуты, и не съедят. Да и дорого получается. Слушай, ну красота. Красота, конечно. Кисленький. Нужно приходить, находить своего продавца, да? Да. Вот. Ведь чаще всего, чаще всего, ну люди торгуют, ну плюс-минус одной и той же продукцией, знают, где берут её. И люди уже привыкают к качеству. Да. Я помню, что мы здесь, помню, мы здесь коноплю ели. Здравствуйте. Марика, привет. Я не знаю, почему их вам тянет, но, наверное, из-за того, что вы прекрасно выглядите. Точно не из-за конопли. Ну пробуем ещё раз, да? Давай. Мне понравилось просто. Мне тоже понравилось. Я в прошлый раз в первый раз в жизни ел коноплю. Андрюш, ты ел коноплю когда-нибудь? Я тоже. Я никогда в жизни такое не ела. Возьми, возьми, конопли поешь. Андрей. Ну это, как это сказать? Так, самое главное, чтобы люди понимали, что это не психотропное, что это полезное. Это? Это полезное конопля? Да, да, да. Это пищу добавляют, утром натощах ложат, что покушают. Это полезно для пищеварения, насколько я понимаю, да? Да. Нет. Не полезно? Это магний и калий. Это для сердца полезно. Это для иммунитета очень полезно. Для сосудов полезно, да? Для сосудов, да. Ой, класс. А я думаю, что мне после вашего с нами эфира стало так хорошо, да? Просто грызть ее надо, да? Я рада вас видеть. У себя класс здорово. Очень рада, да. Я с коноплей. Что вы из-за конопля? У меня масло шикарное, жареное, вообще вкуснячее. Надо понюхать. Я вообще не понимаю людей, которые идут в супермаркет и покупают там масло. Вот масло. Друзья, придите на рынок. А вот сейчас нюхните. Подойдите к Мариночке. Классная. Возьмите вот это вот и просто понюхай. Ну скажи, ну класс. Ой, класс. А вот так с хлебом. А вот там вот только что нам помидорочку давали. А там такая помидорка. А просто еще огурчик. Помидору разрезаю кружочками. С чеснока туда нарезала мелко-мелко. Чесночком. С маслом. Именно вот домашним. Продеваешь сверху. И с солью. Боже, какая вкусняшка. Да, классно. Сколько стоит? 100 гривен пол-литра? Литр. То есть 50 гривен бутылочка. А смотрите, сырая семечка. Другие на рапинированном жарят. А все-таки домашняя настоящая. Конечно. Конечно. И расход намного меньше. Ну то есть. Я вам скажу, Марина. Я честно говоря очень... Оно же даже как химия. Просто испаряется. Меня очень сильно берет вообще сомнения по составу этого масла, которое продается в супермаркете. Оно же даже семечкой не пахнет. Да. Скажите, как масло может не пахнуть? Конечно. Да. Это очень важно, друзья. А ты что сидишь здесь? Семечкой плюет. Перебираешь? А, как золушка, да. Я понял. Ты перебираешь, да? То есть можно сейчас вам смешать расторопшую коноплю кабаковую? У меня и такое было. Да. Дети так, да, там бывают поиграться. Да, да. Ну очень страшно. Переберут, да. Овес. Что делают с овсом? Покажи овес, Андрюш. Квас делают. Проращивают овес. Как-то я знаю его запаривают, что-то с ним там... Для лечения очень полезно, да. Я вот точно не знаю его как, что. Я знаю, что лечатся. Запаривают. Запаривают и пьют, и очищают хорошо печать. Да, да. Ребята. О, пожалуйста. Я тебе подсказала, что ты знала. Снимаю, порчу, знаешь, как бы все вместе. Класс. Класс. Кстати, а кабаковая семечка какая полезная? Кабаковая именно самая полезная? Нет, не знаю. Послушай, какая она полезная? Кабаковая семечка. Тут много цинка. Для мужчин очень полезно. Угу. Вот. Деткам хорошо. Деткам хорошо на тощах от глистов. Угу. О. Прикольно. Да и вообще печень чистят от паразитов. Тоже, да? Да, да, да. Утром на тощах полгорсточки. Сколько? Полгорсточки? Да, вот у каждого своя горсточка утром на тощах. Можно целую. Хорошо, Марина. Мне баночку этого. Мне баночку этого, баночку этого. Давай, конопли две баночки. Две? Давай поделимся. Два раза не бегать. Не сейчас, потом, попозже. Я тоже кое-что у вас возьму, я уже так себе придумал. Ага. Скажите, пожалуйста, а вы здесь как работаете? Каждый день? Кроме понедельника день в день, да. А вам можно, может быть, звонить? Вы телефончик дадите? Я еще хочу кое-что сказать. У меня муж пасеку держит. О, у вас есть мед? Да, да, да. Это заброс? Да, это заброс. Да, да, да. Красивая. Меня в понедельник не было. Качали медик своими ручками. Вова грамки приносил. Я чистила. Вот это заброс. Это какой мед уже? Это гонка. Это разнотравие. Вторая качка, да. Первая качка майский. Вообще был грамм чуть-чуть. Я не торговала. Так своим там. Себе, да. Акация есть у вас? Или нет? Ну, вот в основном не чистая акация. Все равно еще что-то. Да, я понимаю, да. Но у вас, не, в принципе, в основном действительно акация, но не чистая. Все равно еще, да. А где у вас пасека? В Шуляевский район. Угу. Ну, там нужна акация. Просто не так много, может быть. Да, да, да. Не так много, да, да. Класс. А почему мед у вас? Лично наш вот свои ручки. Поэтому я Вову здесь не наблюдаю. Он там. Вова и работает. Ну, я знаю, да. Тут и этот вот, и ездит. Молодцы. Я несколько раз уже был на пасеке. Меня приглашали. Мы снимали. Мы собирали пыльцу дважды. И мы один раз качали мед. Класс. Да, вы знаете, что... Я знаю, конечно. И скажу так. Ни одна пчела не укусила. А в этом году мы собирали пыльцу. Да. Нас всех покусали. Видать, в этом году они были... Да, да. Но самое интересное, пчеловод Олег, у которого мы были, я говорю, сколько тебя вообще покусают? Он говорит, да, может 200 раз, 200 пчел за день укусить. Да, да, да. Это полезно, да? Да, полезно, да, да. Опять же. Я бы посмотрел на тебя, на эту пользу, знаешь. Нет, без меня. Честно, меня так было обкусало, что очень плохо было. Очень плохо. Да, да. Это... Я не знаю, что... Может быть, еще состояние такое у меня не очень было. До такой степени, что я просто убегаю. Говорю, мне так плохо, капец. Он там все смотрит и все прибегает, что... В общем, губы побелели. Я все... А, аллергия сильнейшая. Аллергия. Чесаться, чесаться бегом. Да, да, да. Значит, противоаллергического нету. Я же такая вся деловая. Думаю, пчелки. Я боюсь этих пчелок. Да, 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 да. А вот много-много прям покусала. Что делать? Противоаллергического нету. В больницу ехать от деревни. Ну, это все долго и так далее. Во, мне дают 50 грамм. Честное слово, буквально 5 минут и все проходит. Правда? Да. 50 грамм, но домашнего напитка, я так понимаю. Да, да, да. Мы не говорим сколько эти слова. Нас дети смотрят. Просто домашнего напитка. Да, да, да. У нас семейный контент, да. Ну, честное слово, было очень плохо. Ну, такое состояние. Ну, вообще, когда едете на пасеку, лучше иметь с собой антиаллергенные обязательно что-то, да. Антигистамины нужно брать с собой обязательно. Особенно деткам. Вы не знаете, как могут отреагировать. Это интересный такой экотуризм. И сейчас многие пчеловоды, кстати, предлагают такой отдых. Ну, то есть можно приехать на пасеку. Но это чаевато. То есть нужно быть готовым к тому, что вас щелка ужалит за попку, скажем так. И не только. Я ужалила за ногу и, наверное, еще недели две вот оно зудело так вот. Оно потом прошло, но недели две так прямо держало. Долго. Три дня и все. Ну, хорошо, так напухло. Мы даем телефон для оптовиков, чтобы вам звонили, заказывали, что-то мед, например. У вас есть? Вы же можете мед отправлять куда-то. Да, да, да. Говорите номер. Да. Надо номер. Слушайте, а я кроме понедельника... Всегда здесь. Все. Приходите. Все. Кроме понедельника, да, приходите. Наверное, так. Как вам удобно. Нет, смотрите. Тут просто есть люди, которые вас смотрят где-то в другом городе и вам позволят, закажут, вы можете просто отправить по новой почте. Да. Конечно. Вы таким образом отсекаете процентов 30 потребителей. Да. Я хотела... Да. Мы сами на себя работаем, на этом рынке уже я. Да. Значит, малому 16 лет, 14 лет. Ух ты, класс. То есть я действительно за честность, за порядочность, чтобы было все по хозяйски, если что-то не так, там бывает, что-то семечки, то есть до того, что приходите, поменяемся. То есть все так, чтобы было честно, порядочно. Ну, это важно. Это важно. Для меня это важно. Это по совести. Молодец, молодец. Просто у вас такой товар, который можно отправлять по доставке, по почте, потому что те же семечки и мед, просто более другую тару, не в такую, а более твердую. Это я не могу персить отправить. Да. Слушайте, мы в Румынию маме передавали, у меня еще пленка упакована, все. Ну, есть даже более жесткие просто ведрышки, которых можно отправлять, но более плотные. Поэтому, если хотите, можете оставить номер телефона, я уверен, говорите. 067-68-28-952. Марина, рынок черемушки каждый день, кроме понедельника. А, подождите, уже и пятница. У мужа пятница выходной, мы на пасеку. Вот сейчас, кстати, едем качать пятницу. Понедельник и пятница. Да, понедельник и пятница. Много меда в этом году? Так, майского очень мало. А сейчас мы довольны, пошла взятка. Класс. Все хорошо, да. Слава Богу. Даже ни одна пчелка не укусила. Конечно, я капитально все-таки одеваюсь. У меня немножко уже страх. Уже так вот. Вова только вверх, вниз. То есть он привык. И вот действительно много жалят. Кусают много. И все ок, все хорошо. Жалят, извини, не кусают. Кусают собаки. Так, чуть-чуть это жутковато. Спасибо. Ну, классно. Супер. Сам этот процесс наелась. Прям вот так вот. Я люблю мед. Да, там не вот так. Все аккуратно. То есть вот когда качаешь. Когда течет. Вот это все. Пооблизывать. Ну, друзья, Забрус очень полезная штука. То есть кроме того, что это вкусно. Я его тоже люблю. Для любого полезного. Для полостирта вообще. Да, да, да. Для полостирта, да. Вот. Вот так вот. Сколько такая баночка стоит у вас? Боже. 80. Боже, вы забыли. Можно общаться. Да. 80-90. То есть можно общаться. То есть сказали 80, а за 50 ты выболтаешь в итоге. Ну, честно, да. Ну, если вы про сами производители, то можно договориться. Это важно. Да, да. Мариечка, было приятно вас увидеть. Класс. Заимно. Опять-таки, или конопля, или что-то другое, но к вам тянет. Да, очень. А еще мы узнали, что… Знаете, что-то другое? Да. Еще мы узнали, что у вас шикарный мед. И, ребят, очень классное масло. Масло пахнет. Да, масло вкусное. Жареное тоже просто. А мы еще вообще не рассказали. Мы стоим, болтаем. А тут еще кунжут, тут лен. Вот покажи. Это же тоже полезно для здоровья. Кунжут? Кальций. Это волосы, ногти и суставы. А лен? Да, класс. Лен – это желудок и кишечник. Запаривают лен, просто перемалывают и кушают. Слушайте, оказывается, арахис, да, вроде арахис? Нет, арахис полезен для сердца. И еще, даже не в сыром виде, а именно жареный. Жареный, да? Он в сыром виде невкусный, это раз. А жареный он вкусный, вот именно в жареном. Семечка, боже, ну это витаминные. Да, это бубочка. Это просто, я вообще обожаю ее тоже. Моя любимая. Сколько это-то семечка. Ее как лучше есть? Сырую или жареную? Чуть-чуть буквально подсушить. Она сырая тоже вкусная. Вот если чуть-чуть подсушить, вообще, ну просто… Можно в микроволновке, да? Да, да. Вообще будет вкусно. В микроволновке, да, да. Чистое здоровье. Не, ну лучше поджарить чуть-чуть на пахучем масле. Да, попкорн. Да, да, да. Попкорн, ну тоже классная штука. Помните, мы всегда делали, да? Мы помним, мы знаем. Мы с Андрюшей затарились попкорном. И, кстати, Андрюша знает одну точку. Он пока не сливает. И ребята делают наполнители. Как это правильно называется? Специи, да. То есть вообще делают как бы специи. Не только для попкорна, там для всего, я так понимаю, да? То есть ребята… Это сырный, карамельный, да? Все, что хочешь. Да, у меня сегодня они туда поехали, посмотрим. Слушайте, я вам скажу, если это без добавок, это супер. Нет, я думаю, что это химия. А я делаю это без добавок. Знаете, как? Расскажите, как? Приготовила попкорн, пока он горячий. Твердый сыр вкусный, классный. Берем для себя твердый сыр. Да. Ручками тынь-тынь-тынь, солью помешали. Вот тебе, пожалуйста, сыром. С сыром и солью. Да, натурально. Что, вы натираете его или что? Да, натерла на мелкую терку. Да. И просто посыпали, да? И посыпать. Тынь-тынь-тынь, помешать. Ну, это будет натурально тебе, пожалуйста. Вот это вообще натурально. Да. Хочется с карамелью, сахар. Топим... Вова так делал. Топим на сковороде. Сахар? И потом поливаем. Да, да, будь тебе с карамелью. Я думаю, с сахаром можно даже акацией или медом пополить, и будет очень... Да, классно, будет идеально. Да, да, да. Будь тебе натурально, да? Что там еще? Ну, ну... А, кстати, мне-то пудрой делают многие, вот говорят клиенты. Да? Да, просто пудрой, да, посыпать. Да, потому что все-таки хотелось бы есть натуральное. Да, да, это же свое, ну, как бы ты знаешь. Так что... А сколько с такого стакана? Такого это на сковородку, это много будет, да? Значит, рассказываю, у меня 5-литровый казан, ну, раза 4. Полный казановый, вот так вот. С одного стакана? Да. Вы соль сразу кидаете или нет? Нет. Вы все в конце уже потом по вкусу добавляете? Да, пока вот горячий посыпала в ниску, и потом уже соль, конечно, чем мы хотим. А я соль добавляю сразу в масло. Это правильно или нет? Ну, вообще, я знаю, вот так вот я делаю. У каждого свой способ приготовления. У тебя получается, тебе нравится? И с солью получается нормально, да? Да. Ну, горячая должна быть. Да, она должна раскаленная быть. Да, она должна раскаленная быть. Все на большой огонь, правильно накрыли крышкой. Или на большом огне, да? Или на медленном огне. А можно на большом, а зачем нам? Нам же надо по максимуму большая температура и все. Да. Гулять так гулять, по максимуму. Да, крышкой. А ребенок просит прозрачную крышку, чтобы он видел сам процесс. Да, 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 да. Ну, что ты ж, ты ж, ты ж, ты ж. Все, перестала стрелять. Выключили, высыпали. Да, все. Натуральное свое, да? Без этих добавок. Мариночка, огромное спасибо. Вы мега позитивный человек. И опять-таки, я говорю, что когда продавец улыбается, да? Спасибо вам. Вот правда, человек улыбается и сразу хочется у него прийти и купить. Я вот тогда вот первый раз вы пришли, конечно, ну, я понимала, что я вас знаю. Думаю, но откуда я вас знаю? Не могу понять. Я думаю, может... Говорят, Женат, а это твой, наверное, знакомый, который приехал со Франции, да? И ты ему вот делаешь, ходишь, покажешь. Да, Павляля Франция, да? Да. Ну, я так скромненько, а выше звезда. А она не поняла, что мы ее снимаем. Да? Вы даже не поняли, что вы снимали? Она даже не поняла. Честное слово, я уже в самом конце, вот мальчиком не приблизился, и я думаю, боже, я бы могла бы так все рассказать. Ну, капец. Короче, очень рада, ребятки, молодцы. Спасибо, взаимно, взаимно. У вас классная продукция, хорошая вам торговля. Спасибо, счастливо. Все, давай, Гарри, у тебя хорошая торговля. Так, слушай, ну а здесь, кстати, людей поменьше, да? Сегодня мало людей вышло. Мало, очень мало. Мама работает. Мы таким, таким макаром идем. О, мои сережки. Твои сережки. О, они все еще здесь висят, да? Висят сережки. Здравствуйте. Здравствуйте. 70 гривен. Кстати, смотри, есть розовый фламинго красивый. Это розовый фламинго, да? Да, да. Персик. Розовый, но не розовый. Да, да, мои. Черника Закарпатия 150. О, я нашла. О, ну давай сегодня. Примерь. Сегодня получше, слушай. Да? Сегодня красивее. У тебя уже есть опыт выбора сережек. В ювелирку не ходим. Приходим. А зачем? Каждый день свежие сережки. Класс. Голубика 140, 160. Черника 150. Агрус по 60 гривен. Агрус откуда? Можно Агрус попробовать? Винница. Агрус с Винницей. Молчит. Значит, нельзя. Что же нельзя? Надо же пробовать. Прежде чем покупать. Хороший. Такое должно быть. Кстати, сладкий. Угу. Угу. Он еще есть зеленый. Ну, тоже, знаешь, зеленый бывает и сладкий, а бывает нет. Ну, конечно, сейчас пора персиков. Сейчас очень много персиков, очень много абрикос. Так. Хватит походить. О, вишня. Нет, давай еще вон вишню посмотрим. Идем по мне. Красивая вишня. Вишня ароматная 80. Здравствуйте. Здравствуйте. Черешня классная. Черешня очень красивая, очень крупная. А можно съесть? Можно. А она без друзей? Как повезет. Да. Я, смотри, вот беру 2 гривеночки. Андрюш, покажи мне. Смотри. Чтобы понять, понимать. Она еще крупнее. Она крупнее. А, смотри, вот это 2 гривны. Крупнее. Вот тебе размер. Ну, и по ней видно, что это такая классная. Да? Угу. А сладкая. Угу. И вишня, пожалуйста, вареники уже пора лепить, да? Ха-ха-ха-ха. Идем. Да. Что, ты не хозяйка, не? Я хозяйка, но... Ну, не настолько, да? Не настолько, да? Я понял. Слушай, мы вроде... Сколько мне надо лепить этих вареников, чтоб мои все нанесли? Это надо наклопаться, еще их почистить, знаешь? Так ты шо? Я помню, мы в детстве, мама нас садила с братом, и мы сидели, чистили, вот такие еще есть. А я своих не посажу, они чистить не будут. Еще штучки эти специальные. Так, и что? Где ты вообще лоток волшебный? 15 гривен кукуруза. Вот, вот. Здравствуйте. Три? Не помнишь, да, сколько это называется? Не помню. Кукуруза, правильно. Нет, я помню, но я забыла. Ну, что такое? Давайте еще одну, чтоб была красивая сумма. Ровненькая, 60 гривен будет. Не съем. Вы так думаете, она очень сладкая, очень вкусная. Белый кролик, может быть белый кролик? Белый кролик может быть? Нет, это не белый. Где-то она на привозе на душу еще только. Это взлетет как сахарная, наподобие как маис. Варится 5-7 минут. 5-7 минут, да, быстренько варится? У меня полис. Спасибо. А, супер. Имя, женское имя. Вот, я, блин, забыла. Рената? Да нет. По-моему, что-то с лорой. Вот что-то, что-то. Да? Борода рыжая, я вам говорила. Вы не помните? Да, ну, слушай. Ну, откуда я все могу запомнить? Ну, я уже как бы не в том возрасте, чтоб запомнить. Ты что? Дынька какая классная. Угу. Не, вкусная? Добрал ее, да? Она очень вкусная. Она нежная, нежная. Ну, и мы сделаем сегодня почин. Хотя нет, он, наверное, уже почин был. Смотри. Красивая дынька, 50 гривен в килограмм. Пахнет очень хорошо. Я думаю, что можно, кстати, будет у тебя и дыньку купить. Смотри, я даже вот эту вот куплю. Отложи, пожалуйста ее. Вот мне она понравилась. Давай. А вам посчитаю по 70 гривен. По 70 гривен? Выгодно мы зашли, удачно. Я шучу, я вам скидку сделаю. Сделаешь, да? Да, я посчитаю вам дешевле. Можно от Сан Саныча, да? От Сан Саныча скидка. О, и попробовать? А, давай попробуем, может, нам не понравится. Может, нам не понравится, а то мы уже купили, слышишь? Ну, все. Уже все. Уже поздно. Уже поздно. Уже вам посчитали, да? Так. Надо очки снять. Да, снимем. Все, я сняла, а то я забыла. Сейчас выключим камеру. Не-не, пока не надо. Сейчас потом Андрюшу накормим, а то у него... Сейчас я попробую. Я тоже хочу попробовать. Чем я тут Сан Саныча кормлю, да? Вкусно. Угу. И твердое. Я люблю твердое, не люблю мягкое. Класс. Так, хорошая, выкинь, пожалуйста. Так, персик у тебя 50. Белый лебедь. Вот это белый лебедь? Это белый лебедь. Так, обычно, да я знаю, дают пробовать. Да. Даем пробовать. Пока не попробуешь. Белый лебедь и розовое фламинго. Отлично. Розовое фламинго. Видел? Мне кажется, что это розовое фламинго. Вот это белый лебедь. Я тоже думаю, что белый лебедь, он немножко по-другому выглядит. Вот он. Какой он внутри, беленький. Класс. И очень ароматный. Вкусный. Но белый лебедь, он и сверху белый. Это все-таки розовое фламинго. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете? Это белый лебедь или розовое фламинго? Или это вообще может быть черный кот? Может и яблоко вообще. Слушай, а где нам рассказывали? Яблочный, потом какой есть? Абрикосовый. Абрикосовый, манговый. Это нектарин. Да, да. Какие хочешь. Да, да, да. Кстати, вот это тоже чем-то привкус, как будто яблоко есть немножко. Да? Угу. Так, это у тебя что? Ананаска. Ананаска? Да. Ну, ананаску можно целиком съесть. Можно. Андрюшка, давай я за тобой поухаживаю. На тебе тоже поухаживаю. Ты что поухаживаешь? Держи. А это мне. Ммм. Ммм. Очень сочно, очень вкусно. То, что надо. Так, ну что? Я вам верю, это ананасная. Не-не-не, я не буду пробовать. Очень вкусно. То, что она такая мясистая. И она сочная. Угу. Угощаем всех, да? Ну а что? Танцуют, танцуют все. Ну а что? Мы так кушаем, он так смотрит на нас. Да прям. С таким аппетитом. Сколько набрать вам абрикоски? Еще можно косточку разбить и съесть. Да, да. Очень вкусная. Здесь вкусная будет. В общем, что тебе сказать? Жарко на улице, очень жарко. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе огромное в очередной раз. В очередной раз. От нашей съемочной группы. В очередной раз я уверен, что от всех предпринимателей рынка. Вот. И ты сегодня показал нам опять-таки какие-то новые интересные места. И я думаю, что мы каждый раз. Будем что-то новое показывать люди. Да, можем находить и что-то новое здесь находить. Действительно. Рынок классный. Рынок атмосферный. Рынок вкусный. Цены, друзья, вы видели. Напишите, с каких городов вы нас смотрите. Где вы чаще покупаете продукцию? На рынках или в магазинах? И почему? Да. А также, что вы покупаете? Потому что, может быть, часть покупается в супермаркете, а часть все-таки покупается на рынке. Но, как по мне, рынок может закрыть полностью потребность, если мы говорим про домашнюю продукцию, про качественную крафтовую продукцию. Видите, даже масло. Лучше, конечно же, взять домашнее, которое вкусно. Сколько набрать? На что можно сделать? И, собственно, Рината молодец. Инициатор съемки. Поэтому еще раз тебе огромное спасибо. Пожалуйста, ровно 100. Подпишитесь на канал, друзья. Подпишитесь на канал. Под видео есть кнопочка подписаться. Нажмите на нее, на колокольчик. Для того, чтобы вам приходили уведомления, когда на канале появится новое видео. Видео выходят регулярно. 5 минимум видео в неделю. Если у вас остались ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Ну и еще раз попросим телефон Ринаты. Скажи нам его, пожалуйста. 097 48 41 772. У тебя можно это брать оптом? Можно брать. То есть цена будет не такая? Не такая. Что еще можно? Дыня тоже будет оптом? Дыня? Да. Можно подвинуться на дыню? Можно подвинуться на дыню? Да, можно. Где у тебя оптом можно взять? На привозе? Ну на привозе, конечно. Вы же знаете, мы же там стоим. Не, ну мало ли. Может где-то там человеку надо. Кстати, человеку, если очень надо, может позвонить, и я ему отложу. Прямо отсюда вы можете забрать. Если он, например, в Стаирово едет. Не надо ехать на привоз, да? Да. Можно организовать. Супер. Супер. Да. Там молодой человек нас смотрит с Белой церкви. Передаю ему привет. Он, кстати, звонил, просил, чтобы я ему сделала доставку через Новую почту. Я на этой неделе постараюсь сделаю. Супер. Спасибо. Он просил кукурузку. Персик, наверное, не доедет. Персик 100% не доедет. Но кукурузу, дыню можно кинуть. Или просто кукурузку. Друзья, пишите, звоните. Я думаю, что мы сделали полезный для вас контент. Сегодня 10 июля 2024 года. Рынок Черемушки. Мы желаем вам мира, добра, любви и счастья. Пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон»